Всем привет! Прежде чем приступить к просмотру этого выпуска, я хочу поделиться с вами немножко тем, как я пришел к нему и как я познакомился с Евгением Владимировичем Полищуком. Евгений Владимирович Полищук это программист, которому 78 лет и который на протяжении всей своей жизни несет любовь к программированию. В свою молодость Евгений Владимирович был биологом, можно сказать биоинформатиком и на протяжении всей своей карьеры вплоть до почтенных лет он пронес программирование и пронес любовь к нему. Поэтому в этом интервью вы не увидите каких-то разглагольствований про технологии, вы не услышите глубокотериотических вещей, однако вы узнаете про жизненный путь человека, который практически больше чем 50 лет любит программирование. И это круто. Для меня это было одно из самых сложных интервью, я узнал о Евгении Владимировиче в 2019 году, когда прочитал новость о том, что в Хакатоне, в трехдневном Хакатоне цифровой прорыв 2019 победила команда, участником которой был 76-летний программист. Я сначала не поверил своим ушам, подумал очередная утка, залез в интернет, начал читать и увидел, что действительно Евгений Владимирович поучаствовал в трехдневном Хакатоне. Представьте себе на минуточку, 76 лет, молодые специалисты вокруг, трехдневный Хакатон, а мы знаем, что такое Хакатон, это непрерывное участие в командной разработке. И этот человек не побоялся, не постеснялся, не посмущался поучаствовать в этом мероприятии. Как только я прочитал новость о Евгении Владимировиче и о Хакатоне, я сразу же написал организаторам для того, чтобы узнать его контакты, потому что я подумал, что с этим человеком обязательно нужно сделать хоть что-то, поговорить, пообщаться на камеру, передать его опыт всем поколениям. Я нашел его контакт буквально сразу и прошел примерно год до тех пор, пока я набрался смелости таки позвонить Евгению Владимировичу. И мое удивление было, моему удивлению, моему восторгу, не было границ, когда он с легкостью согласился на интервью после первого уже моего звонка. И я, честно говоря, думал, что он меня пошлет, я думал, что человеку в таком возрасте, с такими обязанностями, ему это будет глубоко неинтересно. Однако Евгений Владимирович согласился и практически сразу же мы собрали вещи для съемок и полетели из Минска в Питер для того, чтобы снимать интервью. Собственно, сейчас вы увидите, что из этого вышло. Евгений Владимирович Полищук. Значит, мы сейчас будем говорить только о начальном уровне. Код Грея, да это запросто. Вот нейросеть, мы сейчас ее возьмем, и все будет ясно. Был язык Алгамс, никто им не пользовался, это был какой-то покоцанный Алгом. К галактическому интернету, может быть, подключиться совсем нетрудно, но у нас уже все есть. Мутация какая? Устойчивая. Если я правильно помню. Нет? Айтишечка надо. В первую очередь хочу еще раз сказать вам большое спасибо за то, что согласились. Я целый год хотел вам позвонить из Минска и не решался. Вот не решался. Узнал я вас из конкурса Яндекс в угле, что вот такой человек почтенного возраста участвовал в этом конкурсе, и у меня сразу возник вопрос. Как так? Это очень необычная история. У нас в Минске, я из Минска, в Беларуси, у нас в принципе нет людей, которые бы занимались программированием настолько долго и настолько глубоко во времени. Я хотел вам целый год позвонить, и вот знаете, смущался. Смущался, потому что, ну, годитесь в моей дедушке, и как это, ну, я буду тревожить. Но в итоге я вам дозвонился, и большое вам спасибо, что вы согласились. Для тех, кто не в курсе, Евгений Владимирович Полищук, скорее всего, вам будет, тем из вас будет известен своим участием, опять-таки, в конкурсе Яндекса. Кому-то, возможно, он будет известен по репетиторской деятельности в последнее время? Немножко. Ну, а мне в первую очередь вы интересны, как человек, который очень долго занимается, я думаю, научной деятельностью, мы об этом узнаем в процессе, и параллельно программированием. Давайте начнем с самого вашего детства, 42-й год. Для меня это год вашего рождения, для меня это вообще очень далекие времена. То есть я даже не представляю, как там люди жили. Расскажите о том, как вы росли, кем были ваши родители, где вы родились, как вы учились в школе. Я не решился у мамы спросить, почему я родился во время войны, и у меня несколько версий. Стоит ли о них говорить сейчас? Может быть, какой-то вопрос решался, оставлять меня или не оставлять. Шла война. Но это была Удмуртия, маленький городок, и моя мама там работала щитоводом в какой-то продуктовой базе, и, наверное, надеялась, что как-нибудь все обойдется. А отец занимался тем, что восстанавливал разбитые электростанции. Он тогда наловчился перематывать динамо-машины, и вот это был его колек, потому что другие этого делать не умели. Наверное, поэтому его на фронт не взяли, а потом он потерял пальцы на левой руке. И вот, в конце концов, война кончилась, и родители решили из этого северного края уехать в Крым. И я только теперь узнал, что, очевидно, Крым опустел, и туда было приехать очень легко. Мы поселились в Феодосии, но отцу не понравилось, что там ветры. И через пару лет он, очевидно, пообщался с моим дедом, это на Кубани, и мы переехали туда. А дом оставили продавать. Это был 1947 год. Мамин брат там ждал реформы. Все ждали реформы денег, но моего брата уговорили этот дом побыстрее продать. Дали ему мешок с деньгами, и он их приехал, и это было воскресенье. И он думал, ну, в воскресенье-то уже ничего не произойдет, а в понедельник уже эти деньги можно... И реформа произошла в воскресенье. И этот мешок с деньгами уже был никому не нужен. Дома у нас нет. Там мы жили у дедушки, и должен был родиться мой брат в 1948 году. Так что вот начало нашей мирной жизни было вот такое. Бывало у тебя такое, что ты ловишь себя на мысли в том, что ты неполноценный программист, потому что ты не знаешь базы, не знаешь, что такое алгоритмы и структуры данных. У меня частенько такое бывало. И вот знаешь, бывает, чувствуешь, что есть более элегантное решение задачи, но найти его, увы, не получается. Знания таких баз, как алгоритмы и структуры данных, сложно переоценить. И не просто так знания этих вещей требуют в крупных компаниях типа Амазона, Гугла, Фейсбука и же с ними. Да и в повседневной жизни разработчика эти навыки будут только в плюс и помогут эффективнее решать задачи и, возможно, находить более элегантное решение. Чтобы закрыть все пробелы в знании алгоритмов, в Skill Factory открылся курс «Алгоритмы и структуры данных». На курсе за целых 5 месяцев вы научитесь Воспроизводить с нуля любой алгоритм и писать собственные. Сравнивать структуры данных и выбирать оптимальный вариант для задачи. Увеличивать производительность кода благодаря пониманию сложности алгоритмов и затратам по памяти, а также многое другое. А варианты реализации алгоритмов и структур будут продемонстрированы на языках C++, Java и Python. В общем, все, что вы любите. Акцент в курсе идет на практику и нетривиальные задачи для того, чтобы вы смогли поломать свою голову над их решением. Ну и, конечно же, курс структурирует уже существующее знание, научит вас декомпозировать задачи и, в общем, подбирать правильные алгоритмы их решения. Так что начинайте обучение уже в декабре и получайте прокачанный навык уже в первой половине следующего года. Сейчас в Skill Factory проходят мега новогодние распродажи и по промокоду IT-борода вы получите 55% скидки. Акция действует только до 31 декабря. Так что обязательно проходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс Skill Factory «Алгоритмы и структуру данных» и да пребудет с вами дух новогоднего праздника. И на Кубани мы прожили до 50-го года. Я там окончил первый класс и почему-то на Кубани не было в продаже сахара, а отца это очень сильно огорчало. У него после этих всех намыторства с желудком было не очень хорошо. И кто-то ему сказал, что вот очень хорошее снабжение в Кузбассе, и он решил, что нам надо ехать туда. И мы переехали, собрали все вещи. Два дня были в Москве, пересаживались с одного поезда на другой. Отец меня сводил в зоопарк и планетарий. Ну вот, и это была вся цивилизация, которую я коснулся два дня. А дальше был такой же маленький городок в Кузбассе. И там вот я учился до седьмого класса. Вот книжка лежит, она по математике называется «Волшебный двурок». Вот зачем-то отец ее купил, она издана в 49-м году, но я где-то с третьего класса, наверное, с четвертого ее листал, читал и к седьмому классу прочел. Чтобы понимать чуть лучше, в то время в школах были учебники? Как происходило обучение? Как вы учились? Были ли большие классы? Вот я сейчас слышу, что вот тогда были очень хорошие школы, это вранье. Школы были самые обычные и хуже, чем сейчас. И, конечно, в Петербурге есть элитные школы, и понятно, что они были получше, чем элитные школы в советское время были получше, чем в сегодняшние наши школы. Но и сейчас есть элитные школы. А в обычных школах преподавание было обычным, ничего особо интересного не было. Вот я бы эту математику так и хорошо не знал, если бы потом мы с Кузбасса после седьмого класса переехали в столицу Кыргызстана. И там у нас математику преподавал очень интересный живой мужчина, очень интересный. Он не был киргиз, наверное, он был так, какая-то смесь. Кстати, в Кыргызстане в нашей школе не было ни одного киргиза. А уже потом, когда я учился в киргизском университете, там была отдельная группа физиков киргизов, и мы с ними не общались. Почему так? Не знаю почему. Они учились на киргизском языке, и их готовили в университете преподавателями математики и физики в обычных школах. А в нашей группе не было киргизов, и вот мы должны были стать физиками. Расскажите, пожалуйста, уже раз университет затронули, ваш первый, почему вы пошли на физфак? И я слышал в одном из интервью, что в школе вы хотели стать архитектором. Ну, отец же у меня был оформителем. После девятого класса я все лето работал в макетной мастерской, и мы там сделали макеты хрущевок и макеты коровников на тысячу коров. И там же я стал брать уроки рисования, а вовсе, дескать, пригодится потом поступить, вот, может быть, в архитектуру. Так что с рисованием у меня чего-то получалось, но после десятого... Ну, кстати, в десятом классе вообще не было у нас разговоров, куда идти, и я вообще не знал, что надо еще куда-то идти учиться. В принципе, то есть думали, школу закончите, и все? И дальше буду в школе учиться. Вот у меня не было представления, что после десятого класса уже школы не будет. А как? То есть вы не общались, не знали? Вот, знаю, как стоило в голове. Вот, может быть, сейчас, если мы будем говорить о биоинформатике в широком смысле, и об устройстве нашей личности, которая где-то одна, а где-то их две, то вот, очевидно, одна личность где-то понимала, что потом школа кончится, а другая этого в упор не видела. И тут вдруг я получил аттестат, и мама меня ведет почему-то в политех, и там конструкторы подъемных кранов, конструкторы мостов, конструкторы железных дорог. Мне это было совершенно непонятно, неинтересно. И тут наш сосед, он окончил физический факультет, говорит, так пусть идет на физфакт. Я пошел, сдал, сдал легко, стал учиться. Но чего я не сдал, чего я не знал, я не сдал высший антибру. Мне поставили двойку, и я по наивности думал, что все, я теперь отчислен. Это уже в процессе обучения? Ну, в зимнюю сессию, да, я получил двойку. А как так получилось? Все-таки математику вы вроде знали неплохо, и сами говорите, что сдали. Вот. Я медленно считал в уме. И он мне, видимо, нарочно дал задачу, которую я не успею сосчитать, и говорит, вот вы не знаете, я-то теперь понимаю, что это был обычный прием, чтобы моя мама пошла с кем-то договорилась, чтобы наняли репетитора, и со мной бы позанимались, и все бы пошло дальше. Но я-то этого не знал, я был уверен, что все, я теперь уже отчислен. Это в то время действительно были задачи на скорость. Ярос в то время, когда у нас уже были компьютеры, и о скорости вычислений вообще никто не говорил. Особенно вычислений в уме. Да. Ну, там простенькая задача на вычисление, а может быть, минора, матрицы, и там числа простые, их надо было быстренько сложить, отнять. А я замешкался, он говорит, ну, вы не знаете, вам двойка. И вы решили, что это все? Да. Вот. И дальше бывало такое, мне ставили двойку, я честно думал, что, ну, все. И что дальше было? То есть вы просто ушли и больше не приходили на физфакт? Больше не приходил. Вот. Но я решил, что надо заняться биологией. Как это к вам пришло? Почему вы решили, что биология – это то, что нужно? Биология мне нравилась всегда. И я читал популярные журналы, и там параллельно в разных журналах было немножко о вычислительной технике и немножко о ДНК, вот как я бы теперь это назвал, биоинформатика. А журналы какой-нибудь «Юный техник»? Техника молодежи и знания силы. И вот я решил, что, может быть, здесь еще при моей жизни откроются все тайны, а я буду в стороне заниматься там какими-нибудь тяжелыми металлами, там, удельным весом. Вот. Большая была моя ошибка, что мне надо было эту двойку исправить, мне надо было там уже перейти на биофизику, там тоже была кафедра биофизики. И оттуда с кафедрой биофизики переводиться в Петербург. Но я ничего этого не знал. Я решил, что вот мне надо год отработать. Стаж у меня немножко был. Значит, еще год я добавлю, и меня в Петербурге всякого возьмут. Перед поступлением в Петербург еще несколько вопросов хотелось бы прояснить. Первый. Вы сказали, что как так без меня пройдут все открытия. В то время у вас было ощущение того, что сейчас как раз период открытий, это уже был тот бум научный, когда модифицировалась физика, когда приходили новые биологические законы. То есть это было то время? Да. С одной стороны, в официальной биологии, вот у нас в школе генетика была запрещена, а с другой стороны, вот в этих журналах рассказывалось об этом открытии, о молекулах ДНК, о наследственности. И было ясно, что за этим будущее. Генетика запрещена? Была запрещена. Советский Союз? Да. Когда вот я школу окончил, она была запрещена. И второй вопрос, вы сказали, что вы пошли поработать после офисфака год. Ну, да. Не было ли вопросов с армией? Я не знаю, насколько тогда это актуально было. Нет, у меня был минус три уже, и тогда минус три в армию не брали. Так что я год отработал и поехал поступать. Это был 62-й год, и вдруг бах, вмешивается политика. Да, мы рассудились с хунгейбинами, и китайцев всех из Петербурга выселили, и завезли вьетнамцев. И вот я, как умная Маша, приезжаю сдавать математику устно, а там стоит математика письменно. Ну, я ее написал, но мне говорят два. И у меня мысли не было, я же могу попросить эту работу, чтобы мне показали, где я там ошибся. Не было там ошибок. Но раз-два, значит, я ее и не попросил. Но тут ко мне подошла какая-то милая женщина и сказала, а вот у нас рабфак. Вы туда подайте документы, и вот год вас будут готовить к поступлению, и вы на следующий год поступите. Что такое рабфак? Да, это просто подготовительные курсы. Но в отличие от платных, мы там учились бесплатно, но надо было устроиться на работу. И я такой радостный, у меня, я электрик, я иду на молзавод, вот думаю, там будет сметана и молоко. А в нем говорят. А с временной пропиской мы не берем. Электрики нужны, но нельзя с временной пропиской. Чтобы понимать, вы говорите, вы были электриком, это отец вас научил? Или вы сами... Просто в наше время, если ты электрик, у тебя есть корочка, ты учился на это. Тогда, наверное, такого не было. Вот не знаю, как с другими, но когда меня привели в цех, а должны были завести дополнительные токарные станки, а пока еще ставки не было, и этот инженер меня попросил пока поработать чернорабочим, возить стружку на тачке. И вот я отвозил от всех этих токарных станков эту стружку, смотрел, как они работают, смотрел, как электрики эти токарные станки чинят. И так научились? И этого месяца было достаточно, а дальше меня включили в эту бригаду, и вот ЧП, станок остановлен, мы бежим с контрольками, смотрим, что там не так, разбираем, все ставим на место, и потом меня уже оставляли в ночную, я там был один, и все чинил, у меня все получалось, никаких проблем. Больше того, потом туда привезли огромный закалочный автомат, там СВЧ, надо было поставить вал, включить электричество, вал раскалялся, и надо было его потом бросить в автобусе. Вот. Я в этой машине тоже смог разобраться. И благодаря этому в Питере вы подумали, что можно электриком устроиться? Конечно. Без прописки? И потом я все-таки устроился. Там-то в Киргизии я работал на военном заводе, но, правда, этот цех был отдельно, и там не требовалось допуск. А вот в главное здание нас не пускали. Там особый разговор, там какую-то военную технику производили, а у нас были обычные электродвигатели. Но у меня же в трудовой книжке стоит паспорт, что там завод номер 49. И все думают, что это военный. Военный завод. А здесь, значит, на молзавод меня не взяли, но мой сводный дядя договорился, что вот рядом с университетом находится военная академия тыла и транспорта, и там нужен электрик. И меня туда сразу же взяли. Они берут без разбора и с временной пропиской. Мне было очень удобно, что все рядом. Ленинградский государственный университет. Вы туда переехали из Фрунза, из Бишкека. Как вы решились? Вы вообще решались? Это был большой вопрос. Или вы просто собрали вещи и уехали? То есть, с одной стороны, на физфаке вы, я не знаю, побоялись ли, но не узнали, можно ли после двойки остаться в университете, а тут прямо в Ленинград уехали? Конечно, если бы дальние наши родственники жили где-то под Москвой, то, может быть, я бы поступил в МГУ. А так я в МГУ не решился. А в Луге жил брат моего дедушки. Понятно. Так что, вначале мы с отцом приехали к этому дедушке, познакомились с ним. Ну, еще с довойны они не виделись. И уже из Луги я приехал подавать документы. Мне сразу же дали койку. И уже я туда, в Лугу, редко ездил. Биофак Летнинского государственного университета. На кого вы учились, и что вам больше всего запомнилось из тех времен? Ну, была кафедра биофизики, я учился на этой кафедре. Что больше всего запомнилось? Петергоф. На первом курсе нас отправили жить в Петергоф. Прямо жить. Потому что в Петергофе строили новые корпуса, а общежития уже построили. И вот пришлось ездить целый год. На Рафаке-то все было рядом, а здесь надо было ездить. Как-то я пытался где-то что-то пропускать, физику пропускал, естественно, математику пропускал, ну, потому что я их и так уже знал. За один курс успели все узнать? Да, были вещи посложнее. Понятно. Анатомия, латынь, зоология беспозвоночных, вот там попотеть пришлось. А на второй год в нашу комнату поселили старшекурсника, которого я еще раньше заприметил в коридорах университета, и вид у него был очень необычный. Я так удивился, что это, оказывается, студент, и его поселили в нашу комнату, и буквально на третий день он так посмотрел, говорит, «Ну что, Полищук, пойдем в комнату с Кименом?» Мне это было так необычно, как это комнату снять, как это можно? «Ну, пойдем, чего за компанию не сделаешь?» И действительно, мы пошли на Малков переулок, нашли тетку, и вот она не хотела брать студентов, но она хотела офицеров. И я стала ей говорить, что вот офицеры, они же и пьют, и курят, и гуляют. А я говорю, «Вы посмотрите на этого студента, он отличник, он все время в библиотеке сидит, он никогда не курил». И вот я ее уговорил. И вы переехали жить в эту комнату? Эта комната была рядом с университетом, было очень удобно, и мы там прожили два года. Интересный опыт. Но этот студент параллельно с учебой еще и получил комнату в институте физиологии Павлова и собирался там заниматься нервными лолокнами. И меня сагитировал. То есть во время университета вы уже начали заниматься научной деятельностью? Да. В институте имени Павлова? Да. Прежде чем перейти к научной деятельности, хочу еще спросить у вас, чем отличалось, как вы думаете, чем отличалось образование в университете тогда от того, что есть сейчас? Потому что сейчас многие говорят, что вот образование стало хуже, преподавательский состав не тот, как вы думаете. В ваши времена действительно образование было более сильным, высшее. Чтобы ответить на ваш вопрос, это мне надо побывать на лекциях, чтобы сравнить с нашими. я думаю, что в те времена тоже не всякий лектор преподавал хорошо. Ну, например, химию нам преподавали все-таки, наверное, по старинке. И сейчас химия совершенно уже другая. По старинке нам преподавали таксономию. Сейчас от того, что нам преподавали, не осталось ничего. Тогда было все просто. Вот есть растения, вот есть животные, есть грибы. Вроде как растения, но не растения. Сейчас этого ничего не осталось. Сейчас все новое. И то, что нам преподавали, теперь можно было бы преподавать лишь как историю развития биологии. А почему по старинке? То есть почему программа не менялась? Она еще не была готова к изменениям? Либо это какие-то ограничения Советского Союза, как в том числе изучение генома и всего остального? Или это было то время, когда биология, химия менялась? Я думаю по аналогии. Вот то, как нам преподавали математику и физику в Тиргизии, здесь на биофаке ничего этого не было. То есть нам преподавали на уровне школы математику и физику. То есть очень плохо. И я как-то это быстренько сдавал, чтобы на лекции не ходить и на занятия не ходить. Я думаю, что на физфаке физику преподавали не так. Ну, вполне логично. Как нам, биологам. Ну, а если сейчас на биофаке вот эту таксономию преподают старыми идеями, то, наверное, интересно знать историю, как это наши предки думали, что вот есть там первичные роты, есть вторичные роты, есть вот там насекомые, есть паукообразные. Ну, в общем, не знаю. Надо побывать на лекциях. Я бы тогда сказал, как. Вы сказали, что на третьем, ой, на третьем, это я уже придумал, что в университете вы начали заниматься научной деятельностью в институте имени Павла. По предложению вашего товарища, изучали вы там, работали над... Нервные волокна. Нервные волокна. Прошу прощения. Надо было научиться резать лягушек, снимать с них шкуру, вынимать седалищные нервы, выделять одиночные волокна, так, чтобы они оставались живыми. И, наверное, все это можно было бы сделать быстро, если бы был преподаватель. Но мы так вот по книжке смотрели, вот вроде так, на это ушло несколько лет. Вот теперь уже обидно, но прошлого не вернуть. Если бы у нас был грамотный преподаватель, он бы нам быстро это все показал. И еще, вот саму установку так вот по-деловому мы бы спаять не смогли. Установку. У нас не было таких инженерных знаний, чтобы спаять трехкаскадный усилитель, потому что усилитель нам нужен был либо однокаскадный, и я вот по неграмотности нашел резистор, нашел транзистор, который вроде бы по параметрам устраивает, однокаскадный усилитель, схему где-то срисовал, спаял, стал смотреть, а там огромные шумы. и кто-то мне потом сказал, чтобы шумов не было, нужен трехкаскадный, потому что двухкаскадный не годится. Усилитель, простите, для чего? А вот нужна фиксация напряжения на мембране этого одиночного волокна. Когда напряжение зафиксировано, мы наблюдаем развитие ионного тока и можем судить по этой кинетике, из чего сделаны молекулы этих ионных каналов, которые там в мембрану встроены. Воздействовать на них разными лекарствами, разными ядами и смотреть, как кинетика меняется. Очень интересно. Потом все-таки университетский инженер этот усилитель нам спаял. Как раз тогда появились полевые транзисторы. А без полевых транзисторов здесь никак не обойтись. И мы эту работу в конце сделали, но это было уже позже. Какая цель была этой работы? Для чего вы изучали мышцы? Мы изучали нервные волокна. В мембраны нервных волокон встроены какие-то непонятные белковые молекулы, которые каким-то образом непонятным реагируют на напряжение на этой мембране. Реагируют на напряжение и либо открывают ионный путь для ионов натрия, либо закрывают. И это приводит к тому, что генерируется нервный импульс, который передается на следующий перехват, потом на следующий. и так мы можем чувствовать от кончика пальца до То есть по факту вы изучали механизм работы наших нервных окончаний? Ну не только наших, а всего живого. Мерные будут сигналы. Это же то, над чем сейчас бьются даже ученые, когда пытаются сделать нейрокомпьютерные интерфейсы. Ну да. Почему вы не продолжили этим заниматься? Либо вы продолжили, потому что я видел ваши истории, вы после университета ушли в изучение цитологии. Это, насколько я знаю, наука о клеточном уровне, о клетках, о строении, Мы эту работу где-то сделали в 70-м году. Тогда как раз вот и появилась эта ЭВМ Днепр-21, и мне пришлось освоить программирование, и мы обработали эти результаты, попутно для своих знакомых в институте, ну, я им показывал, как вот можно обрабатывать ту же статистику, надо это все набить на перфоленту и отвезти туда в колтуши, и там компьютер все сосчитает, ЭВМ, ЭВМ, вот, уже отвык называть ее ЭВМ. Ну, вот, пожалуй, так. То есть первое взаимодействие Ваше с электронной вычислительной машиной произошло в процессе изучения нервных кончаний. Для чего вы ее использовали? Какая, какие данные необходимо было обрабатывать численными методами в то время? Вот в той работе мы доказывали, что во всяком случае у лягушек, во всяком случае вот у астраханских лягушек больших таких существует два типа калевых каналов. А, видимо, в этих американских лягушках там такого не было, и там кинетика была попроще, а вот у нас такая сложная. и вот результаты вот этих несчастных лягушек было доказательство, что существует два типа ионных каналов. И к чему это потом могло бы привести, как это все проследить? Ну, возможно, при подборе каких-то лекарств это могло иметь значение. И потом кто-то, наверное, это же самое смотрел у человека, это намного труднее, и мы на человеке не экспериментировали. Но вы использовали ЭВМ, Днепр-21. Да. Это, по-моему, как раз то время, когда он появился, вы сказали. Да. Да и в принципе это программирование, насколько я знаю, в Советском Союзе оно где-то в 50-х, 60-х только зародилось. На вас тогда не смотрели, как на человека, который не пойми, зачем это делает. что за компьютер, зачем это на компьютере делать, можно же все посчитать, численные методы, что это такое. Не было такого? Или на то время уже компьютеры активно использовались в научной среде? Ну, посудите сами. Эта ЭВМ стояла где-то там в Ковдуши, где-то еще в каких-то военных институтах были БЭСы, еще какие-то машины. Так что, вот, зачем биологам поставили его? Ну, по разнарядке, вот, по разнарядке. Академическим биологическим институтам была положена Днепр-21. Ее в Ковдушах поставили. Там был язык Алгамс, никто им не пользовался, это был какой-то покоцанный Алгол. И бригада математиков из нашего университета довольно быстро слепила такой хороший настоящий язык программирования. И там легко было программировать задачи разделения на две компоненты. Простейшие задачи по статистике тоже легко решались. Так что, и институт эволюционной физиологии пользовался этой ЭВМ. Оттуда сотрудники ездили. И вот физиологи, от нашего института цитологии, в котором я уже был, только я один пользовался ЭВМ и помогал тем лабораториям, где была такая вот нужна статистика, это делать. Как вы отважились начать работать с здоровенной махиной размером со стадионом? Вам это было интересно? Или почему именно вы работали непосредственно с компьютером? Можете вспомнить? Ну, это же все по шагам. Вот у нас фотопленка, на ней сфотографированы осциллограммы. Эту пленку отвезли в Гатчину, в Институт ядерной физики. Там у них есть вот эти трекеры, или как их называют, которые набили на перфоленте кодом Грея вот эти координаты по каждой кривой. Вот у нас куча этой перфоленты. вручную это не обработать. Вот. В колтушах это машина. Вот я приезжаю туда, начинаю им объяснять, что, как. Они говорят, код Грея, это запросто. Мы сейчас сделаем маленькую процедурку, и вот будешь к ней обращаться, и он будет код перекодировать в то, что нужно. Хорошо, этот вопрос решили. Дальше вот надо как-то вот эти экспоненты аппроксимировать. Ну, тоже мне показали, и в конце концов я понял, что к чему. Единственное, потом трудность, я никак не мог вот до сих пор помню этот вот тупик, вот я смотрю на свой код, вот написана какая-то команда вывода на печать, я не могу понять. Ну, вот я представляю себе принтер, огромный такой вот АЦПУ, АЦПУ, огромная такая вот бандура, процессор, там стоят шкафы с магнитными лентами, вот, и вот эта моя команда каким-то образом это выведет на этот АЦПУ. но в конце концов с третьего раза мне объяснили, как это работает, что туда нужно ставить, ну, и потом методом проб и ошибок, вот я что-то не то написал, она распечатывала совершенно неудобоваримое, но я в конце концов понимал, где я ошибся, как надо исправить, единственное, что эти исправления шли довольно-таки долгим путем. Надо было на специальном отдельном бланке напечатать специальные кусочки исправлений, отдать перспориаторщице, она их напечатает, если там ошибок нет, то, значит, исправления будут внесены, если она ошиблась или я ошибся, то исправления не внесены, надо будет исправить эти исправления, в конце концов получить результат. Первобытная система контроля версии. Да, результат мы получили, все очень здорово, данные опубликовали, потом этот мой бывший наш студент защитил диссертацию, а следующим, может быть, был бы я. А почему нет? Почему не стали? Но сразу две причины. Стоит ли об этом рассказывать? На ваше усмотрение. Вкратце можно сказать так, что меня в институте цитологии держали только потому и позволяли мне... Вот эта установка ведь была в университете собрана, а не в институте цитологии. И, наверное, на это на мои отлучки смотрели косо. Но молчали. Я был передан в институт цитологии как подарок. Из-за института по-моему. Новую ставку ведь тяжело. А так мне дали ставку в институте физиологии, ставку стажера. Через год меня передали в институт цитологии это как бы дареному коню зубы не смотрят. Физиология это Павлова, а цитология это передали. Вот. И под эту ставку стажера автоматом дают ставку младшую научного сотрудника. В первом институте будет такая ставка. Но тут появился человек, который им нужнее, чем я. и мне говорят увольняйся. Как? Что? А где законодательство? Где ты видел законодательство? Увольняйся. А я уже всем программирую эти задачки так, как между делом. А по какому праву я вообще им всем программирую? Ты кто вообще тут? Вот. Ты чешешься в лаборатории самого директора. А в другие лаборатории ты там что-то им делаешь. А зачем ты нам? Увольняйся. И что вы сделали? Не уволили же. Вы там проработали? А оказывается в наш институт тоже была разнарядка получить малую ЭВМ. И программист бы им потребовался. А тут вот готовый программист. И вы под шумок? Не под шумок, а совершенно официально заведующий лабораторией ОКР и КИП, который должен был командовать этой ЭВМ, говорит, давай переходи в нашу лабораторию, денег не потеряешь, все будет то же самое, тем более уже все. И пока машина идет, ты будешь ездить в колтуши. Вот. Так что мне пришлось переориентироваться на институтского программиста. На почтамте я купил два огромных телеграфных аппарата, их настроил, и можно было не возить в колтуши перфораторщика, а прямо здесь набивать, проверять, чтобы потом исправить. Так, а как мы потом исправляли? Как-то вот я уже не помню, как-то мы это исправляли. Так что вот я это поставил на поток и сотрудникам было гораздо легче. Еще вопрос по программированию, по самому процессу работы с перфа-карты, как правильно назвать? Перфа-лента. Не с заглавными буквами. С тех пор я даже свою фамилию пишу Полищук, П пишу... С заглавными буквами это было ограничение языка, я так понимаю? Да, а маленьких не было. Как вы свой код проверяли на работоспособность? Вы просто отправляли перфораторщицу? Да, она перфорировала на перфа-ленты, перфа-ленту машина загладывала и обычно сразу распечатывала все ошибки, которые там есть. Это нормальная практика. А диагностика там была хорошо сделана и распечатка была достаточно умной, она точно показывала, где допущены ошибки. С какого раза обычно ваш код зарабатывал? Ну, самое разное, но иногда удавалось написать, да. сразу все без ошибок. Как быстро из Днепра-21 вы перешли на работу с той ЭВМ, которую вам присылали? Я так понимаю, это уже был 40-30 ЭВМ, поменьше немножко? Нет. Мы в институте цитологии получили на Эре-2. Она занимала одну комнату. Ну, уже меньше, чем стадион. Да. Сейчас по залу. И вот все то же самое я наладил на ней. Там тоже была перфокарта? Перфолента. Перфолента. Уже перфолента. Да, перфолента. Перфорированием вы занимались когда-нибудь? Ну, как, можно было сразу на перфоленту. интересно. Но тот перфоратор здорово гребел, поэтому мы его включали только в самых необходимых случаях. Вот. А числовой материал мы набирали вот на этих тихих телеграфных аппаратах. Проверяли по бумажной ленточке где-то ошибки. Иногда удавалось дырочки проколоть прямо в самой перфоленте. Исправить. Чтобы исправить. Ну, лишнюю цифру легко было заклеить дырочку и все. Ваша работа на то время как программиста больше была связана с математикой, я так понимаю, или с программированием, набором самого кода на бумажке? Математика у нас была несложная, но пришлось доучивать всю эту статистику. Вот те учебники по статистике, которые были, они были довольно-таки сложные. Из сотрудников практически никто не мог сказать, что вот надо, это или это. Так что во многом была самодеятельность, но как-то вот мы справлялись. В какой момент перешел переход от большого компьютера в целую комнату в компьютер уже более-менее похожий на персональный? Был ли этот переход? Это была другая история. Когда появились персоналки, нашу на Ири-2 мы сдали в металлолом, потому что у нас была уже SM-3 и получили SM-4 и вот SM-4 это была уже мощная машина такая, там работал язык Паскаль, вот и вот если бы кто-то мог заглядывать вперед, то вот эту SM-4 не надо было приобретать. Почему? то, что заменили на Ири-2 на SM-3 это было все-таки вынужденная мера, персоналок тогда не было, а вот это SM-4 по сравнению с персоналкой, она мало что может. Вот, конечно, она мощнее, чем SM-3. Вот, и ее не надо было приобретать, но вот ее приобрели, но тут появились персоналки, но тут появилась еще одна составляющая. Все эти годы, все эти 20 лет я встал, я на очередь на квартиру. Жилья у меня не было, но в конце концов я встал на очередь, тоже ведь с помощью программирования. Да, тогда вот исполком получил машины искр, а вот тот программист, который сделал этот замечательный язык для Днепр-21, он затем для персоналок делал новую систему типа Windows, но поскольку персоналок нигде не было, он это испытывал на искре, и вот для искры там был, по-моему, Basic, на нем вообще мало, что можно сделать, и вот этот его новый язык. И как-то он даже назывался, мне сейчас и не вспомнить. И мой однокурсник, у него мама работала в том исполкоме, где я был на очереди, и вот он меня туда сосватал в качестве программиста, я немножечко посмотрел вот эту кухню. Базу данных мне сделать не удалось, но вот человек вставал на очередь, и каждый год перерегистрировался, и по идее была первая попытка на большой ЭВМ это автоматизировать, она получалась неудачной, кстати, вот это было сделано для ЭВМ Минск-32, который производит в Минске, и там наверняка у вас остались программисты, которые программировали на этих Минсках. Вполне возможно. По-моему, у меня даже выпуск один человек был рассказывал. Ну вот. Но на этих искрах тоже не удалось ничего сделать, но вот моя очередь подошла. Так вот оказалось, для того, чтобы на институт выделяли квартиру, нужны сотрудники, которые стоят на очереди в городе, и здесь, у себя в Академии наук. Но когда Академии наук дают квартиру, большой вопрос, кому эта квартира достанется. И вот моя очередь подошла, эта квартира должна достаться мне, но она кому-то нужнее. И мне говорят, вот у нас уже персоналки, нам программист не нужен, увольняйтесь. Дают задание сотруднику, чтобы он следил, куда я отлучился, и вот он пишет рапорт в отдел кадров, что у меня прогул. В отдел кадров я показываю справку, что меня вызывали в следственный отдел на допрос. то есть у меня не прогул, у меня есть бумажка для отчета. Вот так мы жили. И все-таки у меня остался вопрос по поводу того, как перешли компьютеры от громоздких размеров к персональным. Для вас этот момент был таким прям вау? Или этот переход все-таки был более плавный? Сначала у нас компьютер с комнату, потом с полкомнат, потом ящичек, а потом уже персональные компьютеры. Пожалуй, с персоналками я столкнулся вплотную в педуниверситете Герцена, когда там получили класс персоналок. Советские аналоги PC XT. педуниверситеты оба. Но там был также язык Паскаль, и мы там научились делать тестовые программы для исследования скорости реакции. левые, задача была такая, уловить по скорости реакции разницу между реакциями, когда нужно различать левое, правое, и различать верхнее и нижнее. и вот таинственным образом левое и правое человеку дается труднее, чем верхнее и нижнее. И какие-то микросекунды об этом свидетельствуют. как вы думаете, почему? Интересно. Из-за того, что у человека две личности. Не верхнее и нижнее? Левое и правое. И поэтому сложнее? И поэтому сложнее. Но об этом мы еще чуть дальше поговорим, про теорию двух личностей. Процесс становления, не становления, а даже процесс развития компьютерной техники за весь ваш опыт, который вы помните. Что из всего этого процесса запомнилось больше всего? То есть, что вам казалось наибольшим прорывом? На каждом этапе вот то, с чем я сталкивался и был прорыв. И что удивительное, вот каждый раз я удивлялся, что вот то, что казалось самым самым таким наилучшим вдруг оказывается устаревшим. То есть, очень быстро все. А я не догадывался, что скоро этого уже не будет. И поскольку это было, наверное, больше десяти раз, теперь я иногда задаю себе вопрос. Вот, скажем, мобильник, да, хороший мобильник, пройдет сколько лет, когда таких мобильников не будет. Даже трудно себе представить, такой замечательный, ну как это, а что будет вместо него? Нет, я не понимаю, что может быть вместо мобильника. Точно так же, как я не понимал, что вот у меня на стиле будет компьютер, который, наверное, в тысячу раз более мощный, чем вот та ИВМ, которая мне оказалась верхом техники. Как менялись задачи, с которыми вы работали как программист в процессе изменения технической оснастки? Ну, задачи случались самые разные. Была задача управления экспериментом, если вам интересно. Когда мне сказали все, уходи, я так и не узнал, кому досталась моя квартира. Но опять меня выручил мой однокурсник. Он тогда уже был замдиректора. И у него был знакомый в Колтушах, которому нужен был как раз программист на языке Паскаль. И вот там задача была такая. ЭВМ электроника 60 должна управлять экспериментом, когда в мозг кошки вживляется один-единственный электрод, но в зрительную кору. Это при поверхностной слои. Это в затылочную область. Но поскольку кошки значит глаз кошки фиксируем, чтобы она не смотрела в стороны, а ей картинка может быть подана как угодно. Так, 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 со слуховой корой вот так не сделаешь. Вот мы что-то слышим, и там придется вставить 100 электродов, чтобы посмотреть, как у нас здесь, как здесь, как здесь. А в зрительной коре вот электрод один, но если мы картинку смертили, этот же самый электрод занят обработкой соседнего кусочка информации, еще соседнего, еще соседнего. Таким образом, если мы сделаем это 30 раз по 30, то есть тысячу раз, то это все равно, что сюда вставить тысячу электродов. Ну, естественно, с другим временем разработки. картина должна выясниться. И она не выяснилась. Но, тем не менее, мы теперь знаем, что мы ищем не там. То есть вы хотели поставить прямое соответствие то, что получается на электроде тому, что вы показываете? Ну, да. Ну, идея хорошая. Это же вот нейросеть. Мы думали, что вот нейросеть, мы сейчас ее возьмем и все будет ясно. Как обрабатывается изображение в нейросети? Почему или на кошках? Такой вопрос странный. Почему не мышь? на кошках? А на ком вы сказали? Почему не мышь? Крыса? Нет. На мышке где там электродик? Туда не поймаешь. А обезьяны? А, но обезьяна с ней дорогая. Даже собака и то дороже. Понятно. У собаки, конечно, мозг побольше, чем у кошки. Но кошачьего мозга вполне достаточно, чтобы точно попасть в ту зону, которая нам нужна. Об испытаниях на людях речи не шло никогда тогда? Нет. Мы на людях не работаем. Это уже медики. Расскажите еще немного про вашу работу в университете цитологии. Все-таки вы там были как программист уже после того, как вам дали должность, да? Да. И до 88-го года, 69-го вы занимались программированием. Либо вы вели параллельно научную какую-то деятельность в цитологии? В цитологии я параллельно пытался заниматься научной деятельностью, но несчастный случай ее оборвал. Тогда был 79-й год. Это Афганистан, Олимпиада. И вот трагическое событие. Вот гибнет тот мой бывший студент, который защитил диссертацию, и мы должны были продолжать нашу работу. и без него я как-то думал, может быть, как-то удастся продолжить, но это все рассыпалось. Вы в то время уехали на Кубань? Бросили все? На Кубань я уехал где-то в 98-м. То есть после института цитологии вы еще где-то тут? В институте физиологии. В физиологии Павлова. Чем вы занимались? однокурсник как раз имел так вот на кошках управляемый эксперимент. это меня передали обратно в институт физиологии Павлова. Четыре года в этом проработали? Все четыре года занимались именно нейросетями и взаимодействием? я программированием вот этого эксперимента. Окей. А вот до обработки как-то и не дошло. Как раз лаборатория получила тоже американский PC XT и там был Паскаль и можно было научиться передавать информацию с нашей электроники 60 туда и там ее обрабатывать. потом лаборатория получила две машины PC AT и приглашали инженеров чтобы там наладить управление экспериментом. как-то это все не особенно налаживалось. Видимо были какие-то технические трудности и в конце концов я уже там перестал работать. Вы поговорили про языки программирования Pascal и Basic то что я слышал в то временно. В те времена вы работали с Pascal и Basic? В какие? На ИВН это был язык инф специально для Днепра 21. Ну вот то все что после Днепра и до окончания на ИВН там был язык автопрограммирования плюс в кодах. Тут у меня вопрос о том почему вы не говорите ничего про Фортрана. Поясню почему этот вопрос возник. Наверное вся молодежь моего возраста ребята многие считают что Фортран это именно тот самый язык на котором велась вся научная деятельность и до сих пор где-то ведется. Потому что он мощный с точки зрения математического аппарата использовали в своем опыте Фортран. Наверное Фортран был на каких-то машинах типа IBM а у нас на SM3 я не видел Фортрана только Pascal и Pascal был лучше Фортрана для этих целей на нем легче программировать но с Фортраном я столкнулся на какой же машине тоже была какая-то маленькая такая машинка PC и там был Фортран и я и в нем разобрался там была несложная задача так что на Фортране немножко удалось поработать как ощущение попроще чем Pascal ok приближаясь к концу научной деятельности то есть мы уже поговорили про институт цитологии про физиологии также хочу спросить у вас про вопросы старения я читал что в каких-то интервью вы говорили что занимались вопросами старения это было в тот период либо это уже было после и что это за изыскание какого плана это не изыскание но мне всегда было любопытно в чем тут фокус почему во всех других отраслях биологии такие хорошие результаты и почему со старением никак не получается и можно ли не стареть и почему не удается старение лечить ну и еще был такой философский вопрос вот все-таки есть ли какая-то возможность человеку ну каким-то образом пожить еще еще один срок новый целый да вопрос ну вот однажды вот это ведь тоже биоинформатика в расширенном понимании и само старение это тоже биоинформатика и однажды мне вдруг приснился сон и приснилось название того процесса который человеку даст возможность переродиться и потом прожить еще один срок мы говорим про переживание срока с накопленным опытом правильно да что за процесс китайцы собирались поменять голову у человека недавно точнее туловище но так и не получилось или что-то они отменили там что-то у них сложилось чтобы это было да опыт бы сохранился а туловище человек бы не чувствовал так сказать не чувствовал бы ног под собой и вам приснился этот процесс приснился приснилось название вот как это назвать и слово было такое трансморфоз я даже помню что я пробудился и думаю ну лень вставать а вдруг я это слово забуду вот но потом так и не встал чтобы записать а это было наверное может быть три часа ночи а уже в девять утра я проснулся и это слово не забыл вот ну всем известно слово метаморфоз когда куколка превращается в бабочку или в жука из гусеницы вот и что-то похожее и с человеком сделать то есть вот человек как-то окукливается что-то с ним такое происходит а потом из куколки рождается человек молодой но вот ничего не забыл а в природе есть примеры метаморфозов неизменяющих биологическую форму то есть пауки когда делают леньку и пресмыкающиеся это считается метаморфозом это ленька но ведь бабочка и гусеница это два практически разных биологических вида я не знаю но по крайней мере внешне они смотрятся очень по-разному и вот у бабочки не спросишь помнишь ли она про свою прежнюю жизнь вот некоторые помнят кто они были в свою прежнюю это большой вопрос в своей прежней жизни и вот в той прежней жизни это был какой-нибудь там ну не знаю воин и я ему говорю но ведь в конечном итоге вот тому воину не холодно не шарко что вот ты тут живешь ну ему-то тому воину уже без разницы он умер а вот то что ты не ассоциируешь свой опыт с тем воином если ты был воином значит ты должен уметь там воевать а ты умеешь что делать но вряд ли то есть мало говорить то что я помню надо чтобы оставались практически науки но что-то тут есть и может быть мы еще вернемся к этим вот таинственным потусторонним может пару слов просто до чего вы дошли в этих изысканиях не в изысканиях вот это не изыскание ну философствование скажем так вот я так понял что другого способа просто не может быть но для того чтобы это понять надо грамотно ответить на вопрос для чего человеку старение однажды со мной был такой случай это еще до появления спида был день открытых дверей в институте гриппа я туда пришел послушал что они там рассказывают но у меня был вопрос и вот я к докладчику дошел и говорю скажите пожалуйста человеку для чего вирус гриппа я не особенно надеялся на адекватный ответ но она отступила шаг назад меня посмотрела и отвернулась ну что делать она же не знает кто я что я почему я задал такой вопрос но мне это это нужно было зачем мне нужно было убедиться что да вирусологи у них этот вопрос запрещен потому что вирус гриппа это паразит его надо она тогда рассказывала что вот мы же уничтожили вирус оспы и вот скоро уже совсем скоро это было 20 это было 40 лет назад вот вируса спида еще не было мы вирус гриппа уничтожим они же институт гриппа значит они должны его уничтожить иначе они зря а тот человек пришел и говорит для чего вот дело в том что вирус это никакой не паразит да у нас есть паразиты там ну понятно глинточные и все такое да есть паразиты и я про них пока еще не спрашиваю паразиты они тоже наверное для чего-то но вирус это некий инструмент так же как и бактериофаг он бактерии для чего потому что бактериофаг это есть некий такой молекулярный способ ускорить эволюцию бактериофаг это инструмент и у одной бактерии один бактериофаг а у другой бактерии бактериофаг совершенно другой и они бактериофагами в разные виды бактерий не обмениваются хотя может быть есть так сказать промышленный шпионаж вот какая-нибудь там бледная спериохета ей интересно посмотреть а что там у туберкулезного этого паразита и она засылает ему бактериофаг а потом возвращает оттуда генетическую информацию то есть я вашу идею мне кажется понял все вирусы все все что происходит это не просто так ну как и старение в том числе генетическая информация генетической информации нужно обмениваться ее надо как-то осмысливать и мы это наблюдаем надо теперь начать это правильно интерпретировать и скоро мы это сможем сделать будет ли с вашей точки понимания трансморфоз в модель трансморфоза вписываться замена органов искусственными заменителями то есть технологическими заменителями замена почек сердца и в конечном итоге всех тканей в том числе и мозга будет ли это являться каким-то видом метаморфоза человеческого может ли это ложиться в систему я бы сказал что заделы уже есть эти заделы создаются миллионами лет и вот точно так же раковые клетки чему-то служат и вот эти вирусы спида они могут уменьшать иммунитет и тоже какие это вот некие такие эксперименты которые позволят нам в будущем найти способ подправлять органы подправлять их генетическую информацию все-таки на биологическом уровне да это не будет замена на компьютерные какие-нибудь при бабаса нет именно биологическим способом а вы вообще верите в цифровое бессмертие то что вот вы очень близко работали и с мозгом и со снятием сигналов как вы думаете это реально у меня даже есть художественный роман про это цифровое бессмертие но этот роман оканчивается как называется сейчас не вспомню оканчивается вот на самом интересном то есть так и непонятно вот он перешел в это цифровое бессмертие или нет так вернемся к вашей истории научная деятельность в институте Павлова в 93-м году насколько я помню заканчивается где-то в этом промежутке вы чем-то занимаетесь в промежутке между институтом Павлова и переездом обратно на Кубань ну да это вот я начал рассказывать про наш педуниверситет Герцена там преподавал физиологию мой однокурсник вот они получили этот класс персоналок и студенты учились программировать я их учил они друг друга тестировали к ним приводили школьников они школьников тестировали и они делали свои дипломные работы вот то есть каждый по чуть-чуть что-то делал что-то такое вырисовывается вот я не жалею что пришлось с этим поработать кроме того параллельно меня пригласил поработать наш петербургский физик который придумал такую теорию теория всех взаимодействий веществе очень сложные формулы их надо было запрограммировать и он требовал чтобы это было на языке си и даже нанял еще одного военного студента тот хорошо знал си и тот мне просто принес уже готовый код только надо было его отладить я это отладил на языке си но поскольку си я знал хуже чем паскаль то я все-таки эти все формулы перебил в паскаль вот чтобы сверить действительно там все правильно и вот он издал эту книгу вначале на русском языке а потом на английском но скоро умер так что и может быть если бы он не умер мы бы были уже подключены к галактическому интернету а так вот а так только только маска еще ждать да причем к галактическому интернету может быть подключиться совсем и нетрудно у нас уже все есть что вы имеете ввиду под галактическим интернетом ноосфера что это или видите вы полагаете что сигналы от звезды к звезде могут передаваться не быстрее скорости света а для галактического интернета это слишком долго ждать но вот что интересно мы уже сколько лет слушаем космос с тех пор как появились антенны вот и как это в песне и звезда с звездою говорит они не общаются радиоволнами почему а чем гравитационные либо ну вот надо искать либо их там нет либо они все-таки есть но радиоволны это слишком медленные сигналы никто ими не пользуется а вот теория вашего товарища она могла бы помочь да она говорит что так же как и вот в твердых породах поперечные волны волны поперечные звуковые волны идут намного медленнее чем продольные так же и в эфире поперечные электромагнитные волны распространяются со скоростью света а продольные распространяются намного быстрее но надо считать если хотите я вам немножко расскажу вот что в этой книге это та самая книга да так самая книга герловина вот электрон и позитрон они вначале устраивают пляску это нечто вроде атома один из них положительный другой отрицательный они притягиваются но потом они каким-то образом чудесным входят друг в друга должна получиться нейтральная частица но так же как нейтрон но там правда каким-то чудесным образом входят друг в друга электрон и протон а здесь электрон и позитрон и по идее тоже должна быть нейтральная частица как и нейтрон но нейтрон имеет массу правильно он имеет конечно а вот это вот частица не имеет массы и вот вопрос как математики могут сделать формулы для частиц не имеющих массы но ведь с фотоном как-то мы работаем да но фотон это же не частица ну а это частица но она массы не имея и вот точно так же как короля играет света а король только стоит и ничего не делает а как узнают зрители что это король а вот ему клоняются значит он король вот точно так же вот электрон или нейтрон имеют массу потому что каким-то образом вот это света делает ему эту массу не пропазан ли хикса это который и вот все эти формулы здесь есть я их запрограммировал машина выдала результаты результаты здесь опубликованы но надо двигаться дальше а дальше никто не взялся и никто не взялся продолжать ну кто не подхватил ну еще не вечер еще не вечер еще подключимся к галактическому интернету а я вот назвал наосфера я имел ввиду учение Вернацкого о том что вот у нас есть какая-то якобы сфера информации к которой тоже можно подключаться и в которой сконцентрирован весь опыт человечества и всего живого не знаю может быть вы слышали сталкивались ну вот в нашем воздухе здесь ну да сколько терабайт носится ну вот не знаю вот здесь есть пыльца есть вирусы это смотря какой уровень детализации как бы вот это относится к ноосфере или нет вот когда мы будем знать для чего вирусы мы каждому вирусу будем знать его место и для чего он служит продолжу туда еще про физику один вопрос а как вы думаете есть ли где-то конец глубины изучения физики биологии то есть на данный момент мы знаем что есть атом электрон кварки разнообразная насколько это может быть глубоко бесконечно или что-то где-то есть я вас ваш вопрос понял вот каким образом то есть сколько этому герловину кто-то сказал из его знакомых физиков что вот есть энтропия а есть отрицательная энтропия которая каким-то образом вот там на нулевом уровне развития материи или как-то так а что значит отрицательная энтропия это якобы вот полностью порядочная мысли вот рождаются где-то там в пустоте вот он каким-то образом в это то ли уверовал то ли было ему это и забавно так вот об этом думать вот как получить потустороннюю информацию так скажем тут вот я бы вам еще рассказал о физике Либермании живая клетка он занимался биологией он работал в институте биофизики в Москве приезжал к нам с докладом и рассказывал как он себе представляет что любая наша клетка а тем более нейрон это молекулярная вычислительная машина сколько в вашей в каждой вашей клетке гигабайт информации наверняка очень много сколько не знаю 3 3 гигабайта это научно доказанный факт ну как это сосчитали а в чем в геноме в чем в геноме то есть в нити днк можно запихнуть 3 гигабайта в одну клетку каждой вашей клетки 3 гигабайта а клеток у нас очень много да клеток много но это же повторяющаяся информация а то есть она не будет смыслонесущая потому что она будет дублироваться постоянно 3 гигабайта на все тело получается да всего ничего интересно ну вот итак каждая клетка имеет довольно большой объем информации но это так сказать мертвая информация а где оперативная память нейроны наши общение электрическое в мозгу она должна быть внутри клетки и вот что он придумал а, про клетку говорим точно не про организм зачем-то некоторым организмам кроме маленьких нейронов нужны еще гигантские нейроны какие бывают самые большие нейроны в мире я затруднился диаметр ну вот нейрон представляете вот такая пузатая клетка ну а от нее идут наверное микрометры какие-то вот очень большая у китов да микрометры а вот виноградным улиткам которые живут и на Кубани и в Крыму им зачем-то потребовались нейроны размером миллиметр и улитки их сразу два слева и справа это же осязаемо прям это очень большие вот зачем два нейрона а что можно сделать с двумя нейронами да и поскольку в эти нейроны легко попадать он придумал различные микропипетки чтобы туда вводить различные вещества и таким образом проверять как работает этот нейрон ну вот он работал на протяжении многих лет кое-что сделал я с ним был в экспедиции в Инбюме это в Севастополе вот там увидел их опыты с этими улитками и был у него в институте проблем передачи информации он когда институт биофизики переселили в Пущино на Океа он перешел вот в этот институт проблем передачи информации у него была своя лаборатория была своя управляющая ИВМ и вот он вкалывался в эти клетки стоял баллон с азотом он давал давление 200 атмосфер в эту микроиглу чтобы впрыскивать туда вещества и электрическими способами электрофорезом вводил и смотрел какая реакция и пытался ухватить действительно ли эта клетка работает как какой-то вычислитель и все все изложено в этой книге вроде бы что-то ухватил здесь изложены обычные сведения о клетке о биофизике клетки но и изложены его гипотезы и вот он со своими гипотезами приезжал к нам в институт цитологии рассказывал ну его выслужили вежливо я тут пытался ему вопрос задать говорю вот какая аналогия вот с нашей памятью и голографией он сказал что первый раз это слышит никакой аналогии нет вот потому что в каких-то журналах можно встретить вот такую фразу что наша память голографическая но на самом деле это просто ради красного словца а вот действительно ли молекулы там работают как детали вычислительной машины пока этот вопрос остается открытый но аналогия весьма интересна да вернемся к вашей истории в 90 конце 90-х вы вернулись на Кубань на родину да в конце ну не совсем действительно в Армавире жила моя тетушка я написал она пригласила приехать я собрал три чемодана тележку приехал к ней в Армавир месяц у нее погостил побегал по Армавиру и кстати я к ней я в Армавир приехал вот с этими игрушками что это такое рассказывать это палочки вот я вижу веточки вот я смотрел какие народы как выдумывали всевозможные буквы и наткнулся вот на такие странные буквы которые мне показались веточками ну например вот это вот пальцы и на их языке пальцы называются кап на языке того грязного народа пять тысяч лет назад а что за народ это народ ну скажем про бебл был такой бебл а еще до них были какие они проживали на нашей территории нет они проживали в Палестине в Месопотамии между двуречья там где зародилась цивилизация собственно цивилизация в разных местах но в том числе и там хорошо и вот в то время пять тысяч лет назад в Египте была уже цивилизация такая прочная там было иероглифическое письмо а с буквами было никак и вот этот кап на их языке и вот эти пальцы и вот они и рисуют их так и мне пришло в голову то наверное у детей была еще и вот такая вот игрушка а поскольку игрушка выглядит вот так они где-то на песке или на глине чертили вот то к чему они привыкли то есть таким образом детей учили алфавиту и вот вот это например ну крючок или что это такое вот что-то можно сюда повесить и это полезная вещь на их языке называлась ванва это кап это ванва и вот они ее рисовали вот так вот но может быть это еще была не игрушка вот это у них был был жало скорпиона но чтобы не рисовать весь скорпион как это делали египтяне они взяли только вот такой сучок это у них было жало а скорпион на их языке ламады ламады ну вот это у них улыбка ну правда же хорошая но а зачем вот это вот и вот там почему-то нарисовано вот так я решил что это была тоже веточка вот они ее вот так подгибали что получилась улыбка вот на их языке назывался па то есть вот рот сам себя называют па вот и вот такая буква у них есть так ну я сделал все вот эти вот веточки ну вот у них была такая игрушка вот это так как сказать вот так вот да рога и уши то есть привязали карагульки вот эту палочку и получилось животное рогатое которое на их языке называлось алов ну она наверное все время кричала а а почему она кричала а а не у а в их языке не было в их языке был только звук а ну и теперь есть языки где только а и других нет нет и нет у только а натуральные которыми пользуются а есть такие языки вот я предположил что наверное у них не было других звуков кроме а и вот их животное кричало а и за это его называли алов и это была первая буква значит и что сделали греки они отрезали уши отрезали уши оставили рога поставили рогами вниз если сейчас грека спросить альфа это что они скажут ну это один первая буква вот раньше арабских цифр не было альфа это была цифра один вот греки не знают что это бык который кричит а алав альф и все почему вы этим заинтересовались в начале я сделал все эти игрушки и стал детям рассказывать эту сказку вот как вам ну дети конечно не сидели сложа руки они сразу их хватали кривлялись показывали друг другу рожи но после того как они не играются я говорил один из вас закроет глаза а другой ему даст одну из этих и пусть он угадает ну как он угадывал так одним глазом смотрит но вот этих букв у них 22 и вот за полчаса дети запоминали 22 буквы каким образом и у меня возникло предположение память что они это запоминали настолько быстро что они брали это в руки и это были камни и веточки это то к чему пристроена наша рука миллионами лет наших предков и вот наши папиллянные узоры для того чтобы не сорваться с тех веток когда наши предки прыгали прыгали по ним и надо было это проверить с одной стороны а с другой стороны я почувствовал что это можно где-то использовать вот биоинформатика во-первых это информатика которая началась 5000 лет назад потому что иероглифы это не информатика а здесь потом началось книгопечатание там книги стали сжигать людей стали убивать то есть жизнь пошла ключом а для чего это использовать я нашел это уже немножко другая история тоже биоинформатика дело в том что элементарная теория музыки искусственно переусложнена и дошкольникам так трудно овладеть нотной грамотой сольфеджи да вы играете по нотам нет но я немножко знаком с этой теорией приходилось да вот почему там так ну вот исторически сложилось ну так же как иероглифы почему они так сложны ну исторически сложилось и вот они сложны или например китай японцы они взяли китайские иероглифы и один умелец придумал одну японскую азбуку из этих иероглифов и там и это слоговая азбука и значит есть иероглиф ма а есть иероглиф му иероглиф ми и можно составлять слова эти иероглифы разные несмотря на то что там везде есть м эти иероглифы совершенно разные или скажем есть иероглиф ма на ка ра везде есть а но эти все иероглифы разные и вот поскольку иероглифов много и из них можно что-то упростить и сделать вот у японцев две азбуки в каждой азбуке там сколько-то больше 60 этих слоговых букв и вот равны а здесь всего лишь 22 почему так просто потому что только одногласное здесь вот если это кап то коп куб кип им не надо эти нужен только одна кап но как это использовать на практике хорошо это алфавит я понимаю вы клоните к тому что можно сделать достаточно простую систему которую каждый человек за полчаса за два часа изучит сможет общаться вы к этому нет так нет вот с точки зрения биофизики звуки устроены очень просто и здесь не надо лишнего гора благоприятная частота в резонансное насколько я помню а вот давайте я вам покажу мне тут сделали игру сейчас она загрузится и там вы увидите 12 пичей что такое по-английски пич вот в русском я пока не знаю как это назвать но это нормальный английский термин там все звуки до называются пич пич до это может быть одновременное звучание всех до и вот сейчас вы это услышите здесь вы можете эту игру переписать так если здесь звук на полную громкость то вот нажимайте и услышите пич здесь в октавном умножении звучат сразу все звуки вот этой буквы а стрелочка ну окей давайте покажу чтобы было видно хорошо тогда к чему это и вот их 12 у китайцев есть 12 иероглифов для каждого этого пича а почему 12 у китайцев же пентатоника а иероглифов 12 то есть китайские философы как-то понимали что всего их 12 но используют 5 почему 5 и какие вот какие из этих 5 вы бы выбрали и как их выбирать оказывается все просто вот вот у нас c звук c он звучит здесь во всех октавах и он имеет два ближайших родственника не один ближайший не три а именно два где его родственники находятся вот здесь родственник f не родственник g в чем рост эти два родственника одновременно не дружат вот ну да не строят не строят а вот форезин нормально вот c и f одновременно нормально звучит и c и g одновременно тоже нормально с точки зрения физики это легко объясняется с инфазностью ну и с точки зрения биологии это тоже объясняется потому что вот у нас c вот у нас g и они во многих местах накладываются все c полностью совпадают а c и g или c и f частично совпадают и вот это совпадение мы улавливаем как что-то родное вот и так вот у нас есть исходный звук и два родственника это у нас три хордика три хордика окей но у звука f два родственника по этому же правилу и получается уже у нас пять но у звука f родственник c и у f родственник вот этот вот который без буквы но значит он должен быть родственником кроме родственника c есть родственник д и вот мы получили пентатонику 5 звуков как это все обыграть маленькому ребенку чтобы это было ему легко а очень просто вот этот круг перед ребенком вот так вот вот ребенок ставит уже в руки жима это у него с левой руки доминанта с правой руки субдоминанта и еще два помощника помощник слева помощник справа и вот он еще сам тоника звучит намного проще чем то что есть да но это надо записать а как и вот что я предлагаю вот это вот у них буква которая на греки взяли о микрон вот она у них изображала глаз достаточно круглый камушек круглый камешек глаз ну и название этого глаза я не могу произнести это у них глоточный звук как-то хам или что-то такое вот пусть это будет тоника а вот доминанта и субдоминанта пусть это будут такие вот веточки если она так то это доминанта а если она вот так то она субдоминанта а если это помощник слева или помощник справа то это же веточка только мы ее поворачиваем вот так таким образом нотная грамота начинается всего лишь с двух предметов камни и вот такие вот веточки а если нам в будущем потребуется 7 ступенный ряд то он добавляется здесь такой же процедурой мы берем ближайшего родственника отсюда вот отсюда ближайшего с ним крытит отсюда ближайший лагог не кредо а это у нас уже здесь и здесь вот это доминанта это субдоминанта это помощник а между ними вот у нас локоть находится пожалуйста у нас есть и такая веточка локоть значит в начале то для мы используем только два вот Тут уже третий элемент. Да, два элемента, добавляем третий, и у нас будет все синиступенные воды. И вот дальше это нужно как-то назвать, как-то здесь построить вот эту биоинформатику, чтобы дети в это играли, играли друг с другом и становились музыкально гранатами. Вы пробовали это куда-то дальше двигать? Двигаем. Двигайте. То есть прямо сейчас? Прямо сейчас. Если кто-то хочет присоединиться, может быть, можно с вами связаться? Да, нужно присоединяться. Почему вообще заинтересовались этим? Вроде как вы занимались биологией, вы занимались программированием. Как вы заинтересовались? Это тоже биология. На кафедре биофизики мы изучали именно биофизику органов чувств. Биофизику. А, с этой точки зрения, понятно. Этим вы занимаетесь на Кубани, когда уехали? Я там много чем занимался. Не на Кубани, а когда к тетушке уехали. Когда к тетушке уехал, я там нашел работу в Армавирском лингвистическом университете. Это был частный университет. И они меня брали. У них там одна из сотрудниц защищала диссертацию по леворуким детям. А это как раз асимметрия, то, что я занимался в педуниверситете Герцога. Но кому-то я там не понравился. Но от них я уже успел послать те из доклада в Анапу на семинары по экономике образования. И вот я приехал в Анапу, сделал там доклад, а назад уже в Армавир не вернулся. Они мне там общежитие уже давали. И потом это все разорвалось. А в Анапе я постепенно нашел людей в Анапском филиале Сочинского института повышения квалификации руководящих работников курортного дела. Вот какое название. И там же у них был компьютерный клуб. И вот в этом компьютерном клубе были уже настоящие пентниумы. Ну, конечно, там были компьютерные игры. И можно было заходить в интернет. Там был интернет. Здесь в Петербурге я уже организовывал электронную почту. А это какие годы примерно были? Ну, где-то 98-й год. Я тогда работал параллельно в детском доме. Там у них был компьютерный кружок. И вот я им там организовал электронную почту. И я там сделал базу данных по делопроизводству. И даже сделал базу данных медицинскую. Но медицинская там у них не пошла. А вот делопроизводство они использовали во всем. И параллельно меня пригласили в опытно-производственное хозяйство. Это бывший совхоз. И вот тогда объявили прием налоговых отчетов и пенсионных. в пенсионный фонд на дискетах. И как это хитро было сделано? Сразу же организовались фирмочки, которые предоставляли такие услуги. А у этого совхоза были две PC-AT. А пенсионный фонд выдал программу на дискете, которая была сделана на клипере. И клипер на IT прекрасно шел. И на этом клипере мне удалось сделать программу для составления отчета. и потом даже программу начисления зарплаты. Потому что из одного сразу в другое. То есть по зарплате надо было сделать отчет. Так что вначале начислялась зарплата, а потом она тут же переходила в отчет. Вот хотел все наше интервью спросить или заострить внимание. Ведь программирование в то время никогда не приносило больших денег. И в принципе, наверное, оно не было высокооплачиваемым. Или было? Я же был там на ставке. Я, кстати, поучаствовал в рекламной кампании для какого-то склада была нужна база данных. И вот я рассказывал про то, как это все здорово. Но заказ не состоялся. Это вот еще на тех искрах. Конечно, кое-где она приносила прибыль. Но это надо было еще и как-то все организовывать экономически. Или как-то так. Когда вы вернулись в Питер, по-моему, в 2007 году. Вы снова вернулись в Питер. Расскажите, почему вы вернулись? И насколько я читал в интернете, вы вернулись и работали здесь далеко не программистом. Вы работали курьером, сторожем. Может быть, можно об этом рассказать немножко подробнее? Да, можно. Как так получилось? Я вот сейчас вспоминаю. Я тогда и не пытался искать работу программистом. Но вы уже почти на возрасте были. Это было больше, чем 60 лет вам было, да, уже? Как раз в 1962 году мне оформили пенсию. Начали тогда тысячу рублей пенсию. Это была хорошая пенсия тогда, потому что зарплата была 2000. В 2002 году. Да, но тогда и на купании буханка хлеба стоила рубль. Ну, вот ко мне каждое лето дочка приезжала, а здесь она уже подросла, и она меня очень попросила, чтобы я был в Петербурге. У меня возникает вопрос вот этот. Почему, вообще, зачем вы, приехав в Питер, пошли работать в 60-то с чем-то лет? Сейчас надо попытаться вспомнить, в чем там была и где я это нашел объявление, что требуются курьеры. Это очень странно. Там был фокус в том, что они курьеров брали только пенсионеров. А, то есть нишевая такая штука. А пенсионеров они брали потому, что у обычных людей карточка была с лимитом поездок. А пенсионерам карточки выбили безлимитные. Понятно. И им нужно было каждый день возить в несколько точек эти фотографии и возвращать заказы. Это была фотофабрика, и вот она пленку проявляла, печатала и развозила. Не было ли у вас мысли устроиться программистом тогда? Да. И вообще, в принципе. То есть вы поработали программистом в НИИ, вы попрограммировали где-то какие-то базы данных по запросам. Параллельно с этим, прямо возле вас развивалась большая-большая IT-инфраструктура и сфера, которая сейчас вот она, и она есть, и она приносит достаточно большие доходы, и много молодых людей достремится. Не было ли у вас никогда мысли попасть, не знаю, старшим разработчиком или в какой-то должности в компанию IT и работать прям по специальности, вот как ее сейчас понимают? Даже не знаю, что вам сказать. Вот в той организации, где я был, там, конечно, были компьютеры и что там. А, подождите, я ведь когда сюда вернулся, я снова устроился на работу вот в тот детский дом, где я раньше делал базы данных. Вот, им нужно было обновить базу данных. И, кроме того, вот этот инженер, который заведовал компьютерным классом в детском доме, он считал, что будущее за компьютерным образованием и настоятельно меня просил что-то здесь попытаться сделать. И даже мне что-то показал, но для того, чтобы что-то было сделать, мне надо было куда-то еще пойти на какие-то курсы. Чтобы подучиться? Да. Потому что ведь до этого курса я же вот от этого детского дома поступил на курсы, на полугодовое обучение в институт ЛИНТУ. Это Ленинградский институт методов и техники управления. Это теперь Академия управления. И вот я там окончил полугодовой курс. Там нам давали вот Excel и Exys немножечко, Word, ну и что-то там по интернету дали. Вот такие курсы были. А здесь мне надо было найти курсы по веб-программированию, если такие были, окончить их и сделать вот то, что он хотел по образованию. А мне почему-то самому не удалось что-либо сделать в интернете в веб-программировании. Правда, потом мне попалась вот такая толстая книга в буквоеде. Но это другая история. Тогда я как раз работал дежурным в парикмахерской. Ночным дежурным. Рядом буквоед. И вот после дежурства я приходил в этот буквоед и листал эту толстую книгу, которая стоила тысячи рублей. По веб-программированию? Да, по языку руби. О, о. Вот. И вот еще там на Кубани, когда я работал в интернет-клубе, я не только знакомился с HTML, но и с языком PHP, и что-то он мне не особенно понравился. Почему? Вот душа не лежала. А когда я увидел руби, я сразу же понял, что это стоящая вещь, что этот руби сделан грамотно. В чем выражается грамотность с вашей точки зрения? Может быть, какой-то ключевой особенностью? Системное мышление. То есть, это не эклектика. Вот понахватал от всего, и видны клочья. Вы применяли руби в практике разработки? Немножко. Но так, для своих всяких фокусов. Однажды мне вот этот молодой человек дал большой числовой материал по Форексу. То есть, это сделки, за год. И вот что с этим можно было сделать? И на языке руби я сделал программу, которая играет в эти сделки и зарабатывает деньги. И удивился, что эта программа по-честному, не заглядывая вперед, может заработать деньги. Вы пробовали ее запускать на реальных данных? На реальных нет. Но потом мне в интернете попалась готовая программа на языке питон. Ну, если руби сделан на основе питона, то почему не взять питон? Я взял питон, сделал эту программу, но работать она не стала. Но я стал анализировать данные, если вам интересно. анализ данных я взял какую-то я взял какой-то сайт, где торговали эту биткоины и прочую криптовалюту, и я стал у них получать данные и смотреть, что там и как, и действительно заработать можно, но если на основе этих данных давать сигнал, значит, поменять одно на другое, то почему-то это не проходило. То есть на уровне программирования не получилось это за рекоментировать? Нет, не выполнялся этот приказ. У них на стороне что-то не работало. На их стороне, да. И вот если вам понятно, мне это было непонятно, но предположение, что они маклевали. Маклевали, конечно. Возможно, это хитрёшь был. Если очень хороший бот работает, и не будут же они в минус себе работать. Ну вот, так что разбогатеть на этом мне удалось, но зато я теперь знаю ещё и питу. Не только знаю, но ещё преподают. Вот. У меня большой-большой вопрос. Как вы... Ладно, попытаюсь объяснить со своей точки зрения. Хороший преподаватель по питону, либо по рубе, либо по любому другому языку в нашем текущем мире, в котором я растую и работаю, это человек с пятилетним, с семилетним, с восьмилетним опытом работы именно на этой технологии. Я смотрел ваши отзывы на преподавательскую деятельность, они хорошие. И пока по истории звучит так, что вы посмотрели руби, познакомились, написали программу и вроде как глубоко не вникали. Что я здесь упускаю? Как у вас получается хорошо преподавать руби и питон, при том, что вы не работали пять-семь лет в промышленном программировании на этих языках? Здесь есть несколько моментов. Давайте по порядку. Мы сейчас будем говорить только о начальном уровне. Начальный уровень это олимпиады по программированию. Там задачи очень простые. Сейчас очень будет много вопросов к тому, что начальный уровень это олимпиадное программирование. В вашей системе координат олимпиадное программирование это... Задачи очень простые. Почему? Потому что на олимпиадах по математике там задачи с учетом того, что школьники математику изучают с пятого класса по десятый, по одиннадцатый и там задачи сложные. И вот я подготовить человека сдать олимпиаду по математике не смогу. Сложные задачи. А по программированию не может быть сложные задачи, потому что программирование в школе не преподают. Там только простые задачи. Другое дело, что они написаны таким языком, что ребенок теряется. Сами условия задач имею в виду. Но когда я посмотрел что это за язык, что иносказательно такое расписано и как это все понимать, я советую ребенку то, что он прочитал, нарисовать. Сделать эскиз, сделать этот рисунок задачи. нарисовать алгоритм, например? Схему. Схему. Блок схемы. Ребенок рисует схему так, 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 так. То ли ему программирование не нравится, я говорю, нарисую нормально. Но он взял так, 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 так. Значит, я бы советовал вначале найти детей, которые нормально схему нарисуют. Если это прямоугольник, то это прямоугольник. А дети? Насколько дети? Какой возраст? У меня были и 12-летние дети, и постарших. Но бывали и взрослые люди, но они тоже относились к этому несерьезно. То есть, получается, вы преподаете ОЗ Олимпиадного программирования? Да. Но бывали случаи и такие хорошие, когда у человека была настоящая задача, и там не с третьего, ну, может быть, с пятого раза человек вычерчивал схему, и было понятно, что он хочет. О, говорю, теперь делаем структурированный алгоритм. Чем отличается от обычного? Он проще. Потому что там запрещается использовать оператор GoTo. Новый. год. И еще вот в те годы моей работы в институте физиологии, это вот 90-е годы, я даже написал статью по способу простой записи структурированного алгоритма. Они используются для того, чтобы его легко было кодировать. Но статью мою не опубликовали, а там всего три правила. Три правила учеником усваиваются буквально за полчаса, и он уже может это другому ученику рассказать с моей помощью, и таким образом они друг друга могут обучать. И когда он кого-то обучает, он в конце концов для него этот язык становится родным. А вот дальше я ему даю ООП, потому что Руби и Питон это ООП. И даже 12-летнему ребенку это можно легко рассказать. Можете прямо сейчас буквально в нескольких предложениях объяснить, что такое ООП с вашей позиции, точки зрения? Как я поступаю? Я беру несколько алгебраических выражений, программирую их на Питоне и на Руби и еще я им говорю вот здесь в этих выражениях объект, а здесь действие. В Руби объект, в Питоне действие? Нет. И в Руби это объект, а это действие. И в Питоне это объект, а это действие. Показывайте разницу. Да. И потихонечку человек понимает, что когда он алгоритм начинает кодировать, то у него есть объекты и действия. Как обозначается объект, как обозначается действие, и как мы этим объектам даем имена. Скажите, а как вы относитесь тогда к более формальным правилам современного ООП? Когда-то это было полиморфизм, наследование, инкапсуляция. Сейчас уже более новые принципы пришли, наверняка слышали солид, единственность ответственности, открытость и закрытость интерфейсов. Насколько эти формальные понятия близки вам, насколько вы их используете в своей практике? Не использую, потому что в программировании Олимпиадных задач это не нужно. Резонно. Там очень простые задачи. Но, конечно, в следующем этапе, когда человек Олимпиаду сдал и хочет учиться дальше программировать, это надо подумать, как сделать, наверное, тоже можно. Скажите, какое ваше отношение к компьютерной, к компьютер-сайенс? Изучали ли вы устройства компьютеров, устройства оперативных памяти, там, всех внутренностей? Ну, только практически, потому что компьютер надо разобрать, собрать, вот там у нас были обычные пентиумы, но они всегда ломались, из чего-то надо вынуть, вставить, это я все освоил. Но, а на уровне того, как программируются микропроцессоры? Нет, этим я не занимался. Окей. Что последнее писали? Чем вообще сейчас занимаетесь по программированию в свободное время? Может, что-то пишете, что-то делаете, какой-то проект? Вот такого проекта у меня нет, но... Скажем, как в тонусе себя держите? Вот стоит ли об этом сказать? Вот так же, как язык Руби, он пока еще не самый лучший язык на Земле. Можно ли сделать язык лучше, чем язык Руби? Искусственное программирование языков? Да, язык программирования. Конечно, я думаю. Вот, надо только поработать. Естественно. И вот, над этим языком работали, наверное, уже тысячи разных программистов и чего-то там свое добавили. Но пока он еще Руби, а можно сделать в будущем язык еще лучше. Почему я об этом говорю? Не просто так. Потому что вот тогда, когда сделали язык C, его сделали для того, чтобы программировать, скажем, дисковую операционную систему, я знаком немножко с операционной системой PDP-8. Потому что мы ее получили уже, так сказать, в виде кода, а исходного кода на ассемблеры у нас не было, а нужен был. И у меня был дизассемблер. И с помощью этого дизассемблера мне удалось сделать исходный код на ассемблере этой операционной системы. И ассемблер ее транслировал уже в исходный код, и исходный код как-то и транслировал в исполнительный код, и он совпадал с исходным образцом. Ну вот. Это к чему все рассказал. К тому, что можно сделать язык лучше, вы говорили. На языке ассемблера программировать сложные системы сложно. Ну, естественно. Может ли существовать язык для программирования сложных систем, операционных систем намного лучше, чем язык Си? Ну, большой вопрос. Наверное, на том уровне абстракции, на котором Си находится. Те программисты, которые создали самый первый язык для Днепр-21, который они назвали INF, они считали, что для новой архитектуры, для этих процессоров Intel такую систему сделать можно. И вот один из них, Владимир Тёмов, он сейчас живет в Америке, он такую систему сделал. И если бы не всякие события, которые препятствовали, у нас бы была своя русская Windows. Эльбрус. Вот вы знаете, что есть система команд обычная, и есть система команд риск, которая проще обычной системы команд. Но есть система команд Эльбрус. есть. такие вообще команды, одна команда заменяет целую программу. Вот. Что сделал этот Владимир Тёмов? Он сделал интерпретатор, который не так, как вот Фокал или Basic, в сто раз делает решение задачи медленнее, чем если в коде программировать. Она даёт замедление только в полтора раза. Интерпретатор, но только в полтора раза. Но значит этот интерпретатор имеет полную систему команд. И пользуясь этой полной системой команд, легко программировать любые сложные низкоуровневые системы. Да. И низкоуровневые, и высокоуровневые системы, операционные системы, языки и всё-всё-всё. Мы начали с того, чем вы занимаетесь в данный момент. Как это связано с вашей текущей деятельностью? Ну вот. А как связано с текущей? Я сдаю такой же вопрос относительно наших языков. Вот на ваш взгляд, язык эсперанто это естественный язык. На нём говорят от рождения, это родной язык. И язык эсперанто, как вы оцениваете, насколько он лучше русского или английского? Он всё-таки немножко лучше. проще в изучении? Проще. Это уже плюс. Плюс. Но во сколько раз он лучше? Вот как это количественно? Наверное, не владея этим языком, сложно сказать. Да. И не имея выборки людей, которые могут тебе ответить на вопрос. Но показатель того, что язык не получил всё-таки распространение, говорит о том, что что-то там не так было. Это показатель вот чего. Он был создан в 1900 году примерно. Студентами 120 лет назад. Нет. уже был остепенившийся врач. И он потратил на создание этого языка один человек год. Это немало. Вот. Объём работы. Есть ли языки, которые лучше эсперанто? Я думаю, каждый язык, естественно, будет лучше. Вот. Такой язык есть, и он называется лаглан. Это тоже какой-то искусственно созданный язык? Да. Он создан где-то в 65 году. Он был опубликован в популярном журнале Scientific American. Вот. Этот язык, так сказать, специализированный. Он поначалу не был предназначен для того, чтобы люди пользовались. Но тут же возникла группа, которая этот язык переделывала для всеобщего, использование назвало его лажбан. Этот язык лажбан стал распространяться везде, но похоже, что они его сделали наспех, и в чем-то он был хуже, чем лаглан. лаглан. А изобретатель лаглана умер. А эти все рассыпались и разъехались. Так что этот проект остался. Сколько тогда у них еще не было в 65-м году персональных компьютеров. Они его делали вручную и затратили туда, наверное, десяток человек лет работы. Но, тем не менее, эти языки лучше, чем асперанто. Вопрос. Можем ли мы сделать, затратив усилия и используя современную вычислительную технику, человеческий язык, который лучше, чем лаглан, лучше, чем асперанто, и насколько вообще лучше язык, человеческий язык, может быть лучше, чем русский или английский или асперанто или лаглан. Где предел? Ну, если затратить разумное время. Вот язык руби нам не стоил ничего. Они его сделали с открытым кодом, как бы не используя, не привлекая чьих-то средств. На энтузиазме. Вот даже если на энтузиазме, и то, используя интернет, можно этот язык довольно быстро, там, за год сделать, но там будет не 10 человек лет, а благодаря интернету миллион человек лет, и тогда этот язык будет. Это то, чем вы сейчас занимаетесь? Я этим не занимаюсь, но вопрос этот меня очень интересует. в будущем, если вы найдете такой движок, который буквально создан для того, чтобы на нем делать обычные человеческие языки, и кто-то этим увлечется, то это тоже будет биоинформатикой. Какая конечная цель? Зачем нам придумывать какой-то единый очень хороший язык? Нет ли истории с Библией даже с Вифлеемом, начали говорить на одном языке, все рассыпалось? Это был тот самый язык, с одной гласной. Это был примитивный язык. в горы, в леса, и цивилизация у них на нуле. Но зато нет запрета на модификацию иероглифов. Можно придумывать буквы. Но из-за того, что они смешались, они не могут говорить на своих родных языках, и тут сразу же возникает вспомогательный язык пиджин. Он возникает автоматически, так устроен мозг. Говорить с иноплеменцами надо, и язык пиджин не имеет грамматики, там всего 300 слов, но уже можно понимать, и иногда бывает, что там только одногласное. И это как раз тот случай, скорее всего. Но дети на этом языке пиджин вырастают, это уже стадия креольского языка. Там уже какая-никакая грамматика, там где-то 3000 слов, и как раз вот те дети, которые изобретали эти буквы, наверное, были на такой стадии. То есть вот такой еще примитивный креольский язык, 3000 слов, одногласное, и у них все получилось. И у них была стопроцентная грамотность. Им не нужны были школы и учителя. Дети друг друга учили грамоте. Эти же самые буквы у них были одновременно и цифры, и доты. Так что любую песенку они также могли выложить. Хотел еще узнать, потому что про это буду спрашивать, и самому интересно, каково это поучаствовать в хакатоне в 76 лет? Трех дневный марафон. Яндекс, цифровой прорыв каково и зачем? Раз я ввязался, значит, надо участвовать. У меня были такие легкие пуховые одеяла, синтепоновые одеяла. Я замотал свои оба монитора в них. Компьютер у меня маленький, безвентиляторный. прихватил дочке ноутбук на всякий случай, все это в огромную коробку, на тележку, привез. И вот моя задача там была очень мала, потому что организаторов нашей группы было несколько. И участвовал только один из организаторов, другого пригласили, но у него что-то стряслось, и он к нам пришел и сразу же ушел. Должно быть не меньше трех. Таким образом, я у них работал третий, как говорится, третий будешь? Вот я был третьим. Я привез эти два монитора, я им потребовался там, как программист C-Sharp. C-Sharp, с ним я познакомился только на этих тестах. Ну, язык C я немножко знал, тест по C-Sharp я сдал, ну, там же не требовалось его... Вы говорите, про тест, который нужно было сдать до того, чтобы на конкурс попасть. надо с каждого теста набрать побольше баллов. Но я брал не числом баллов в каждом тесте, а числом тестов. Я сдал из 50 тестов, по-моему, 45. Те 5 я не стал сдавать, потому что там была экономика и юридические вопросы. Я бы их точно не сдал и не стоило бы браться. Ну, вот. Так что основную работу сделал программист, который программировал вот на этом Юнити. Это вот он сделал мне вот эту вот игру. Музыкальную игру. Но делали вы не этот проект на Хагатоне, насколько я помню. Но для Юнити нужен был еще и программист на C-Shark. Я так понял, что C-Shark он не касался, и я там должен был на подхвате. Еще я там сделал базу данных. На чем делали базу данных? Я сделал на Аксис и потом послал им код, чтобы они код SQL переделали в свою. Можете описать немножко кратко проект, в чем заключался, который вы делали? По-моему, с обучением там было что-то. Да, да, трудоустройство потерявших работу из-за нас, из-за цифровиков. Айтишников. Очень достойно. то есть вот бухгалтеры работу потеряют, потому что наша искусственно переусложненная бухгалтерия будет никому не нужна, компьютеры с этим, наверное, справятся. Ну вот я делал программу по начислению зарплаты, как-то смежно обучалось. Расскажите, расскажите, расскажите все. Я хочу понять, как в 76 лет у вас появилось желание участвовать в хакатоне? Это было просто вот, почему бы не поучаствовать? Я читал, что вам пришло уведомление от какой-то группы. Уведомление пришло с точки кипения. Я там у них был зарегистрирован. Это у нас в Петербурге рядом с метро Петроградского такая площадка, где собираются всякие компании со всякими нововведениями. Мне пришло это уведомление и как-то я понял, что тесты я им задал вопрос, что это за тесты, как их сдавать. Они не ответили. Говорят, сами увидите, все такое. Я бы эти тесты не сдал, но перед этим я записался на бесплатные курсы по программированию сайтов. Оказалось, что это там обучают WordPress. И я скачал эти уроки, а уроки не получаются у меня, потому что он эти уроки надиктовал про старый WordPress, а нам рекомендовал скачать новый WordPress. я его установил, а там все другое. И надо было мне установить старый WordPress и научиться. Но у меня появился старый монитор, я его подключил старым, и вот у меня здесь WordPress, а здесь его видео-лекция, и все получилось. Я себе сделал сайт с хорошим названием. Называется CoolStudy.ru Работает? Можно зайти посмотреть? Можно зайти, но там пока еще все еще доходят. Как это относится к тестам? Как это помогло в тестах? Также я смотрел про что тест? Сишарп. Я открываю здесь Сишарп. Книг у меня по Сишарпу нет вообще. Я открываю все, что могу открыть. разбираюсь где-то полчаса разбираюсь, потом делаю вот так и сижу. И мне кажется, я так просижу очень долго. Но буквально проходит 30 секунд и вдруг раз я проснулся. 30 секунд. Оказалось, что достаточно посидеть с закрытыми глазами и что-то происходит. Я включаю тест и 20 минут работаю на износ. Потому что всего лишь 20 минут надо проработать на все вопросы. Ответить, не ответить, ну хоть как-то. И поначалу там 3-4 балла я получал с теста. Потом все больше и больше. В некоторых тестах я получал не помню уже сколько. По 10 баллов, 15 баллов. Что больше всего запомнилось из этого мероприятия? Кроме теста. приехал я со своей телегой, единственный привез эти два монитора. Все пришли с ноутбуками. Я решил, что ноутбук, он может отказать. И действительно, мы туда приехали, включили интернет, интернет не работает. Ни ноутбуки, ни на этом, ни на их ноутбуках. Нас переселили в другую комнату. Там интернет заработал. Хорошо. Ну что, нас скромили хорошо. Потом вот я никогда раньше не давал интервью, а тут почему-то ко мне подошли, а как раз я очередную задачу сделал, наш менеджер другой задачи. Не дал, я ему говорю, вот, просят интервью дать. Ну говорит, ладно, можно пока. Я пошел и дал интервью, оказалось, что вот может быть это интервью как раз нам помогло попасть в финал, съездить туда, в Казань. Что там в Казани было? Ну то же самое, только в большом зале. Ну еще 12 часов мы ставили рекорд Гиннеса. В смысле? Что за какой? Рекорд Гиннеса это самый большой в мире хакатон. До этого был хакатон в Индии. Ну в Индии там понятно, народу много. Там у них было всего 2500 участников. вас было больше? Если у нас будет 2600, то мы их победим. И он был больше? И он был больше. Но он бы был меньше, если бы, а можно про это сказать? Ну это все знают секрет Полешенеля. Приехали студенты из Казани и приехали школьники из Казани. Для студентов это было интересно и полезно. Во-первых, они увидели хакатон, увидели нас. это студенты каких-то там же в Казани есть. Иннополис по-моему. И школьникам было полезно, так что их тоже покормили, их по столам они тоже занимались 12 часов полезным делом. Так что вроде все по-честному. и там была какая-то комиссия из Гиннесса и нас смотрели, ловили, чтобы мы не ходили в коридор. Забыли нас покормить. Но я даже не заметил, что нас забыли покормить, потому что я был занят своим делом. что-то там сок какой-то был. А яблоки нам дали, тоже здорово. В общем, вечером нас только немножко покормили, я даже не обратил внимания. Так что было весело. Круто, так что участвуйте в хакатонах. Вот. Ну, еще запомнилось тем, что я потом на своей родине побывал, потому что Казань, она недалеко от недалеко от набережных Челнов, а там как раз живет тот физик, который окончил раньше физфак, и теперь работал там физиком в набережных Челнах. А из набережных Челнов я переехал речку уже там Удмуртия и мой родной город. Так что я там побеждал всех своих двоюродных сестер. Расскажите еще про книги. Как вы относитесь к книгам? Читаете ли вы? Читаете ли вы лица трупа по программированию? И еще меня очень интересует фантастика читателей фантастику. Когда-то у меня было много книг и фантастики, но я все отвез в букинистический. Во-первых, ремонт в квартире был, а во-вторых, у меня теперь на внешнем линчестере 100 тысяч книг. В электронном виде? Электронный. Там есть фантастика, и математика, физика, химия, биология. Там есть медицина, я туда тоже заглядываю. Это вопрос к чему? К тому, что сейчас есть раскол такой. Молодежь очень не хочет учиться по книгам, им удобнее учиться по видео урокам. Ребята моего возраста, я чуть постарше, там 30+, они наоборот говорят, что вот книги, мы по книгам учились, только по книгам нужно учиться программированию. Как вы считаете? Ну, вот я же Руби сравнительно недавно выучил по книге, вот приходил в буквоет и листал, и потом скачал, установил Руби, и все пошло. Питон, Питон, это я скачал книгу, это я уже не хотел. Это были книги? Это были тоже книги, которые я скачал. Питон, вы говорите, видеокурс проходили? Нет, видеокурс это был WordPress. Не Питон, а WordPress, извиняюсь, WordPress. Это был рекламный WordPress, и понятно, что после этой рекламы они все заплатили деньги и стали учиться дальше, а я пошел на хакатон. хороший выбор. Из фантастики можете какую-то книжечку посоветовать, которая вам очень нравится, есть ли у вас фаворит? Почему-то я часто вспоминаю тот сюжет из Туманной Синдромеды Ефремова, где у них медальоны, и они по этим медальонам друг с другом видео, это, видеотелефон. И я относился к этому, как фантастика, это был 60-й год, 10-й класс, но фантастика и фантастика. И вот когда в Анапе, это был 2005 год, я увидел у человека на обычном кнопочном телефоне видео, я подумал, ну на телефоне это видео, зачем? А теперь у меня видео есть, вот я и вам показал. Туманная Синдромеда значит запомнилась вам тем, что запомнилась таким образом. А из последнего может что-нибудь помните? Мне вообще интересно, что в вашем возрасте, какая фантастика, какую фантастику? Я очень люблю фантастику, поэтому фантастику спрашиваю. ну вот я вам уже упоминал эту книжку, где пишется о переселении человека в цифре. но мы название не вспомнили. Название я вам пришлю. Хорошо. Но вот это неоконченный роман, что там дальше не написано. И не будет скорее всего. И не будет, понятно, что такой сюжет мы не можем знать. Открытый сюжет это тоже хорошо. Приближаясь к концу, у меня осталось два вопроса, они такие, наверное, больше пофилософствовать недолго, то есть несложное. Первый вопрос, что бы вы посоветовали себе в том возрасте, если бы могли перенестись, скажем, в тот возраст, когда вы поступали на физфак, еще на физфак, что бы вы себе молодому посоветовали с текущим опытом? Это смотря какие вы ограничения наложите на эти советы. Естественно, без того, чтобы купить биткоин через 40 лет. Я вам уже говорил, что мне тогда надо было поступить, перевестись или параллельно посещать биофизику там, в Киргизии. И надо было переходить. Я не знал, что можно переводиться. Я решил, что вот если надо перейти, значит, надо отсюда уйти, а там поступать. То есть посоветовали бы просто остаться в рамках факультета, переведясь в рамках университета? Если бы я это знал, то я бы поступил разумнее. Но мне это никто... Вот мне подсказали, что надо идти на физфак. Если бы этот окончивший мой сосед, бывший студент, это не сказал, я бы и не пошел на физфак. То есть в школе у нас с одной стороны окончившим деться было некуда. На работу не брали. Была безработица. Меня взяли вот этим электриком, потому что я согласился поработать чернорабочим. Если бы я не согласился, там стояло в очереди десяток других электриков. их уже не взяли, потому что тут уже готовы. Так что с одной стороны у нас в школе не было никакой профориентации. В школе был токарный станок. И нам даже один раз показали, как на нем точить. Работать, как не показали. Так что с токарными станками я целый год провозился вот там в цеху. И даже умею токарить немножко. Токарный по дереву или по металлу я просто металлу. Металл, да. Они точили вот эти валы. У нас в школах по дереву стояли, помню, токарные станки. Второй вопрос. Что бы вы передали себе туда, в тот возраст, когда вы только поступали в университет, из своей практики, которую вы видели на протяжении всей жизни? То есть какой-то один факт из истории, ну уже история, вчерашний день для нас уже история, какой бы один факт, если бы у вас была возможность, вы бы сказали, ну допустим, там, биткоин будет дорогой. Ну это такой простой факт. Что бы вы, какое бы событие историческое, которое произошло уже после и до сегодняшнего дня, вы передали себе молодому? естественно, для того, чтобы вы молодой, как-то на этом факте сыграли, может, ваша жизнь как-то бы изменилась, не знаю, например, развал Советского Союза будет там в таком-то году. Моя жизнь была бы совершенно другой, если бы я уже тогда знал не только физику, математику, но я еще бы знал, как организуется наука, научные работы, потому что я по наимности думал, что вот есть кошка, вот просверлили, вот поставили электроды, отвели сигналы, вот это и есть наука, но есть финансирование, есть научные планы, есть там какие-то конкурсы, есть еще аспирантура, есть защита диссертаций, твою статью могут напечатать, могут не напечатать, где брать деньги на науку, я этого ничего не знал. Если бы вы это хорошо, четко понимали, вы бы продолжили свою научную деятельность и пошли бы по этому пути, или почему вы говорите, что ваша бы жизнь очень сильно изменилась, если бы вы это понимали и знали? Ну, по крайней мере, я бы знал, что в любой момент меня могут уволить, я бы знал, в каком случае меня не уволят, я бы знал, почему меня держат, меня держат, потому что там надо держать очередь на квартиру, потому что квартира кому-то нужна, нужна, или уже в конце своей работы в институте физиологии, меня держали, потому что если я уволюсь, то ставка пропадет, понятно, а меня не увольняли, там платили-то копейки, но не увольняли до тех пор, пока наконец нашелся какой-то, я не знаю, кто, который на эти деньги пошел работать, и чтобы его принять, меня сразу уволили. Хорошо, и последний вопрос на сегодня, даже не вопрос, а просьба, может, посоветуйте что-нибудь с тем молодым ребятам, которые хотят стать программистами, что бы вы им сказали? Ну, смотря на сколько они молодые, если они вот молодые душой, но им уже за 40, то пусть не отчаиваются, берут книги или берут эти видеозаписи, смотрят, и у них все получится. Вы своим примером это доказываете? Если они совсем молодые, вот сейчас информатика с пятого класса, то пусть они там занимаются делом, а не то, что написано в учебнике, там всякое... Программирование в PowerPoint. Кстати, я недавно видел информатику для первого класса, там про компьютер вообще ничего не говорится. Как же так? Первокласснику и не рассказать про компьютеры, но вот им нельзя оказывается рассказывать про компьютеры, но информатика... Вот есть учебник информатика для первого класса. Могу вам переслать... Почитаем. Так. Но если это там уже седьмой класс, то вот надо брать из интернета задачи олимпиады... Олимпиады... характера. По задаче надо, чтобы ему кто-то помог нарисовать схему, потому что он сам может не догадаться, как ее нарисовать. А если он будет пытаться другим способом решить, это нерациональный способ. Надо сразу же привыкать к рациональному способу решения задачи. Следующий этап. Это самый простой способ записи алгоритма. Вы не составляете предварительно алгоритм, когда пишете новую программу со сложным какой-то... Архитектурный алгоритм, конечно, составляем. То есть, где какой компонент будет, как они будут взаимодействовать, картинка всегда должна быть. Но это не алгоритм. Нет, это не алгоритм. Блок-схема какая-то структурная. А алгоритмизируете, так сказать, прямо в процессе кодирования. На ходу. Там иногда случаются ошибки. И лучше вначале не полениться написать алгоритм, ну, там, где довольно сложная логика, а потом уже ее кодировать. Тем более, что правила записи такого структурированного алгоритма очень просты и усваиваются за полчаса. Затем вот надо подойти к этому ООП, раз уж у нас ООП. Это и Си плюс плюс, и Си шарф, и Руби, и Питон. Вот это все ООП. ООП это очень легко осознать. Есть вот объект, есть действие с ним, это специфическим образом кодируется, к этому надо привыкнуть, и все будет получаться. Вот так. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Мне было реально... Три часа мы с вами проговорили, три часа, представляете? Для меня это очень быстро полетело. Еще раз большое вам спасибо, что согласились. Полетим. Видео на этом заканчивается. Про биоинформатику я вам, наверное, все рассказал. Ну, а в следующий раз... Ну, вдруг мы еще раз встретимся. Вполне возможно. Вы можете где-то в середине... Вот иногда на улице вдруг ко мне подойдет какой-то подвыпивший и спрашивает. Скажите, вы верите в Бога? Вот. Это очень большая тема. На отдельный даже выпуск может пойти. Все просто. Что я отвечаю? Или вы это хотите под запись? Ну, оно сейчас записывается. Если оно получится, я вставлю. Если оно получится органично. Давайте поговорим еще. Ну, вот это же ваш коронный вопрос. Но надо именно так спросить. Я редко спрашиваю, что такое Бог, потому что я сам еще слишком молод для того, чтобы осознать его существование. Я, скажем, большой агностик в этом плане. Поэтому я никогда не спрашиваю. Ну, почему бы не рискнуть? Ну, давайте я спрашиваю вас, что для вас вот это вот всевышнее изнано. Не, не, не. Надо задать вопрос, вот как этот подвыпивший меня спросил. Верите ли вы в Бога? Зачем мне верить? Я знаю, где он находится, что он делает, какие у него задачи, как он все это делает, какие у него возможности и какие ограничения. Откуда вы это знаете? Ну, то ли методом размышлений, то ли методом наблюдений. Вот говорят, если бы Бога не было, разве все это богатство могло бы появиться просто так вот случайно? А почему нет? Не могло. Почему? Потому что для того, чтобы делать сложные вещи, вот эту веточку, чтобы ее сделать, здесь надо много размышлений. И вот разве это дерево может размышлять? И вот с точки зрения вот Либермана каждая клетка дерева это молекулярная вычислительная машина. И то, что дерево выпускает миллиарды частичек пыльцы, и эта пыльца несется по всему земному шару, и где-то эта пылинка попадет туда, где она пригодится, и эта информация 3 гигабайта, эта информация начнет работать, это вот и есть размышления. Но ведь это вопрос начальных условий. Скажем, если у нас будет миллион миллионов миллионов человека лет, чтобы все вместе продумать начальные условия какой-то системы, а потом в одну секунду запустить эту систему, и вот таким образом я сам себе ответил, что где-то когда-то существовал Бог, который придумал начальные условия для этой системы, которая работает. Ага. Вопрос такой. Значит, когда ничего не было, Бог уже существовал? Ну, тут, да, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на вопрос, а что такое Бог? Вот. Нет, для этого нужно подумать вот о чём. Когда-то были на Земле бактерии, а вирусов ещё не было. В принципе, биологически. И похоже, что Бога тогда тоже на Земле не было. Почему? А не на чем. Но вот как только появились вирусы, начался обмен информацией... А, вы к тому, что вирусы и гены наши меняют, и эволюция происходит? Да, были предпосылки к размышлениям. То есть были предпосылки к налаживанию молекулярной вычислительной техники, информатики. А почему вы не предполагаете, что Бог мог существовать до зарождения вот этих разумных систем? Да нет причин к таким предположениям. То есть весь уровень инобактериальной, вот этой примитивной, назовём её, ну, не знаю, жизни неразумной, он существовал сам до появления Бога? Сам развился сам случайно? Где-то, может быть, в чёрных курильщиках или в гейзерах вот этот первичный бульон варился на притяжении сотен миллионов лет в холосту. С чего началось? Может быть, с РНК и ДНК. Да. Но это наталкивает вот какой парадокс. Вот в этих чёрных курильщиках температура 300 градусов. Но там вода не закипает, потому что там огромное давление. Ну, в автоклавах автоклавируют хирургические инструменты, и там всё гибнет, так что в автоклаве там примерно 3 атмосферы и примерно 120 градусов, ДНК разрушается. Оказывается, нет. ДНК выдерживает и 200 градусов. То есть ДНК – это продукт высокотемпературный. И вот когда всё это варилось, то вот почему-то именно эти 4 основания, и возможно, что тогда белка вообще не было. И все эти живые формы были только из ДНК или РНК, или что-то промежуточное. И РНК вполне могут заменить белки. Это длинная цепь, которая может уложиться в любую конфигурацию и делать то, что нужно. И до сих пор есть молекулы РНК, которые можно заменить белками, но они работают. Что такое Бог? Просто вот сейчас у молодежи в понимании Бог – это образ человека, Иисуса из Библии. Это у христиан. А у буддистов там другой образ. Или у японцев, там ещё какой-то третий. И как вы вообще думаете, нужно ли понимать, что такое Бог? Либо достаточно просто верить? Это понимание сейчас нам очень важно. Зачем? Почему? Был когда-то ламаркизм. И вот наша Библия... Какие там, с каких слов начинается Библия? Я даже показываю так. Я сижу на стуле, и когда я говорю «Тогу вавогу», я стул переворачиваю, сажусь на пол и показываю, что и свет выключился. Это вот к вопросу о том, как понимать слово «баран». У нас это переведено «сотворил». На самом деле, «бэрэшит», вот у нас «рэш». «Бэ» – это где? «Бэ» – Петербург, в Петербурге. «Бэ» – Москва, в Москве. «Бэрэш» – в голове. А здесь «бэрэшит». Оказывается, нет. «Бэ» – это «бэд», а не «бэ». «Бэд» – это? И вот я скачал Библию, но пока еще не начал с ней работать на компьютере, чтобы можно было так же, как и в русском языке, любое слово поисковиком найти, сколько раз оно встретилось. И там любое место, чтобы можно было найти. Что такое «бэд» и где оно превращается в «бэрэ». Если помните ту историю, когда молодой человек увидел девушку и влюбился в нее, и сказал отцу этой девушке «Я буду у тебя работать ради Рахэля». Он сказал, как это написано в Библии. «Бэрэхэль». «Бэрэхэль». То есть «бэд» означает «ради». Как это перенести на «создал» и «ради», то есть? Нет. «Бэрэшэль» – значит «рэш» – это голова. Но «бэрэшэль» – это ради чего-то, что называется «рэшэль». То есть это может быть сознание, это может быть что-то разумное к этому? Вот может быть так вот. То есть это самое первое слово, это и самая главная загадка. Очевидно, разгадывается, если смотреть, что там дальше было. Значит, «баран» – это значит, вот ради этого «рэшит» Элохим стал подвигаться и освобождать ему место. значит «бараэлэгім» Этхэшэмайм вот эти небеса во множественном числе «Вээтхаагат» в единственном числе и вот это вот место на земле. И тут вдруг вырубил весь свет. Это ответ на твой вопрос. И вот дальше там идет сплошной ламаркизм. Вначале у них не было языка. Они не умели разговаривать. Ну, по их представлениям. И вывел на всех животных элохим и провел перед человеком, чтобы как он назовет каждого, так и имя им было. Значит, до этого у животных не было имен. То есть Бог создал животных, а имена им не дослужился создавать. И предоставил это занятие человеку. В советские времена Библия нигде не продавалась и не разрешалось ее иметь. Но мне подсказали, как ее заиметь. Я ее заимел. Недалеко от нашего института был молельный дом. Молельный? Молельный дом. А что это такое? Молельный дом этих баптистов. А, молельный. В смысле молятся. И вот я подошел к ним, меня сразу же пригласили войти. Я был у них на службе. И кого-то ко мне там прикрепили. И подарили мне Библию. Потом я раздобыл немецкую Библию, английскую. Стал их сравнивать. Но древнееврейского я не знал. А сейчас, ну вы же на нем говорили. Ну да. Вы его знаете? Я его не знаю, но я целый год учился. Есть. К сожалению, все забылось, но было очень интересно. Так вот, надо дальше продолжать эту мысль. Вот и есть клетки. И у них довольно сложный вычислительный механизм. И вот те вещи, которые они делают, это не сделать без вычислений. Это вот тоже биоинформатика. И надо ее тоже как-то изучать. А как, пока непонятно. Ну, видите, тут прикладное применение сложно придумать. А у нас же как оно работает? Либо до нации приходит науку, и она что-то придумывает. Это что-то может быть будет использовано. Либо прямое прикладное назначение ищется, и потом уже производится исследование, насколько я знаю. Конечно. Вот в 1983 году, когда я начал учиться, нам рассказывали про все, про все. Но оставался вопрос. А какой механизм памяти? И вот с тех пор прошло больше полувека, я иногда так смотрю, что там в этом деле сделано, и до сих пор ничего. Биологическая память. Когда вы что-то запомнили, вы увидели название этой книжки, вы ведь помните с помощью чего? Ну, говорят, синапсы как-то так. Нет. Почему нет? Вот не получается с синапсами. Какой-то здесь другой фокус. И в биологии сплошь и рядом. Если что-то полезное уже где-то случается, то какой-то промышленный шпионаж и другие организмы это прибирают к рукам. Но это очень медленно происходит. И вот то, что вы меня видите, это благодаря родопсину. И этот белок, родопсин, был открытый миллиарды лет назад бактериями. Тогда еще хлорофилла не было. И они ловили лучи солнца этим родопсином. И вот от них нам этот белок достался. От этих знаний нам пользы нет. Потому что человеческая жизнь по размеру с эволюцией очень маленькая. Аналогичным образом. Вот в клетке 3 гигабайта памяти. То есть биологическая память уже есть. Теперь вот этой улитке нужна память тоже, чтобы запоминать, где она была, что ела, что можно, а что нельзя. Но память у нее уже есть. Молекулярная. Молекулы ДНК. Так вот и воспользоваться этими молекулами для того, чтобы все это запоминать. Эта память бездонная. С этими молекулами она может запомнить все, что угодно. Она это делает или нет? Казалось бы, вот бери и пользуйся. Но, скорее всего, память у нас молекулярная. Но как она сделана, до сих пор не удается ухватить. А как вы думаете, что такое самосознание? Раз уж мы затронули такие темы. Вот в самом начале мы говорили про трансморфоз. Тот термин, который вам приснился, правильно? Да. Я попутал и я упомянул про полное органозамещение, в том числе замену мозга. А вот что-то, куда денется самосознание? Как вы думаете, оно заключено в мозгу у нас? Либо это что-то на уровне философии, религии? То есть, грубо говоря, если мы когда-то сумеем воссоздать такую сложную систему, как мозг, и правильно ее запустить, останется ли самосознание? Мы с вами не успели поговорить о том, что вот редко, но встречаются люди с симметричным мозгом. И они не могут научиться говорить. Симметричным? Что значит симметричные? Ну вот у обезьян. У них мозг симметричный. И у них не возникает никакой проблемы, чтобы передавать информацию между полушаями. Все один к одному. А человеку пришлось отказаться от такого порядка вещей, которые есть у лошадей, у слонов, у китов, у дельфинов. Симметричный мозг. Очень удобно. Дельфину поспать надо. Одна отключилась, вторая работает. Потом другая поспала, все нормально. Человек спит для чего? Для того, чтобы расслабить. Нет? Это не надо. Снизить нагрузку временно? Нет. Физиологические какие-то потребности? Переварить информацию, которую он в своем зале. Зачем? И забыть, что он может быть. Как? Мы уже не можем не спать. Долго. Мы сходим, люди сходят с ума. Если человеку спать не дать, то почти все умирают. И из-за биологического истощения мозгового? Нет? Но вот смотрят, из-за чего наступила смерть. Может быть, восстановить разность потенциалов каких-нибудь? И ничего не понятно. А у вас есть ответ на этот вопрос? Студия. Вот сон – это одна из ипостасей Бога. То есть без Бога мы умираем? Нет, не так. Так что нам осталось совсем немного. Еще 50 лет назад мы не знали, как появляется в организме первая раковая клетка. А теперь мы знаем, что это биоинформатика. Свободная радикала. Но я врачей спрашиваю, как возникает первая раковая клетка. И они мне говорят вот так вот. И я понимаю, что он пока еще не знает. Хотя лет 30 назад это было все открыто, а теперь уже и в учебниках написано. Ну, что интересно. Вот вы открываете учебник, там примерно страничка расписана, как возникла раковая клетка. И там все русским текстом, специальными терминами, и вы не поймете, зачем так зашифровываться. В то время как механизм появления раковой клетки оказался очень простым. И в девятом классе это можно рассказывать детям в качестве иллюстрации генетики. Вот сейчас Путин нам дал указание в школе генетику преподавать. Оказывается, раньше генетику в школе запрещалось преподавать. Так вот, в качестве иллюстрации механизм оказался очень простым. Ну, мы его все знаем. Радиационное облучение, свободные радикалы, случайная мутация. И дальше деление. Мутация какая? Ну, я в биологии не то чтобы силен, но, сколько я знаю, неправильно воспроизводится цепь ДНК. Мутации бывают самые разные. А, ну, естественно. Какая нужна мутация? Мутация устойчивая, если я правильно помню. Нет? И вот, кстати... Я в биологии профан. Вот какая для этого происходит мутация? Открыл не какой-нибудь там врач, который занимался онкологией, а открыл какой-то ботаник, занимался растениями на компьютере. То есть вот эта биоинформатика, он смотрел, 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 и говорит, ребята, так вот же этот ваш рак. Это вот как Нептун и Плутон был открыт кончиком пера, так и вот эта мутация, которая приводит к раку, была открыта с помощью компьютера. Так а какая мутация в итоге? Я явно ответил не то, что вы хотели услышать. Ну да. В каждой клетке есть ген белковой молекулы фактора роста. Вот так называется белковая молекула. Она похожа на инсулин, эта молекула. Её так называют инсулиноподобный фактор роста. Итак, в каждой клетке есть ген вот этого белка, и этот ген заглушен, потому что ни одна клетка не должна производить вот этот белок, который даст команду поделиться ей самой. Но никакой ген не будет работать, если рядом с ним нет промоутера. Промоутер – это совсем крошечный ген, который рядом с основным геном. И этот промоутер либо он открыт, либо закрыт. когда открыт, то ген работает, а вот в клетке этот промоутер закрыт, и она не производит белок, чтобы делиться ей самой. гены прыгают. Вот. Зачем они прыгают? Это вот тоже какие-то молекулярные вычисления. Они нужны для нашей дальнейшей эволюции. Гены прыгают, и может случиться так, что в это место к великому сожалению запрыгнет ген сильного промоутера. Сильный промоутер от обычного отличается тем, что он не закрывается. И вот клетка начинает производить белок, а этот белок вызывает ее деление. Во всех других случаев такого типа нарушения не приводит к ничему плохому. например, вот подживут железья. Есть клетка, которая производит инсулин, но промоутер закрывается, и она тогда инсулин не производит, эта клетка. Но если эта клетка мутирует и будет производить инсулин безостановочно, ничего страшного не случится, потому что остальные эти клетки слушаются, и ничего страшного. А эта клетка сразу же поделится. Эти две дочерние клетки сразу же поделятся. И так далее. Вот. Вы большие молодцы, что досмотрели этот выпуск до сих пор, до конца, и не зря вы это сделали, как и во всех выпусках. В этом выпуске у нас есть конкурс. Евгений Владимирович с удовольствием предоставил в качестве подарка свою книгу «Основы современной синергетики». Эту книгу он написал в соавторстве с Скворцовым Генрихом Евгеньевичем. Пару слов о том, что такое синергетия. Синергетия – наука о преобразовании всевозможных систем. Истоком ее является синергетика. Построена она на системно-закономерном основании, включает в себя подходящим образом ориентированные теории, фазовых переходов, синергетику, кризисологию, конфликтологию, генетику новых знаний. Эта замечательная книга уйдет тому из вас, кто в закрепленном к этому видео комментарии напишет самый интересный на ваш взгляд способ применения биологии в современной жизни. Открытие, которое коренным образом уже повлияло на нашу жизнь, либо еще повлияет в дальнейшем. Автор самого крутого, по моему мнению, комментария получит эту замечательную книгу. Ну а вы, ребятушки, обязательно подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. обязательно ставьте ваши лайки, для того, чтобы новые выпуски выходили чаще и в более качественном формате. Также вы можете написать Евгению Владимировичу Полищуку на его почту, которая будет прикреплена в описании, и поздравить его с прошедшим днем рождения. 18 декабря ему стукнуло целых 78 лет, и это круто. Так что обязательно пошлите какие-нибудь теплые слова в его адрес. На этом уже точно все. Всем спасибо, увидимся в новом году. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова